Итак, уважаемые коллеги, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, меня хорошо видно, слышно? Не получилось, к сожалению, войти с компьютера, только в режиме телефона. Напишите, пожалуйста, плюсы в сообщениях. Так, все хорошо видно? Все у нас с вами получается? Замечательно. Давайте будем тогда пробовать общие моменты. Итак, у нас сегодня интереснейшая тема, о которой бы мне хотелось вам сказать. Это будет у нас тематика изменения состояния дермы при возрастных моментах. Сейчас одну секундочку, я чуть-чуть попробую. Да, вот сейчас мне сместилось, сейчас мне достаточно удобно. Итак, у нас сегодня будет эволюция методов и варианты коррекции, те, которые мы можем с вами предложить. И в первую очередь, конечно, это профилактическое состояние. Итак, давайте с вами посмотрим. Изначально, если мы будем с вами разбирать старение, мы с вами будем определяться, что старение – это достаточно сложный биологический процесс, который будет характеризоваться изменениями, соответственно, на всех уровнях. Это будут изменения и общего характера, и структурные изменения, и функциональные изменения. И изменения будут идти на всех уровнях, начиная от клеточного, клеточно-тканевого, тканевого, органного, организменного. То есть со всех моментов и будет изменение эти биоресурсы. И если мы с вами посмотрим более подробно, есть несколько основных теорий старения. И по старению самые, наверное, распространенные, вы тоже их все знаете, это свободно-радикальная теория окислительного стресса Хартмана, наиболее, наверное, популярная, наиболее распространенная теория. Это теория, связанная с изменением эндокринологического статуса, это элевационная теория Дильмана, это монологическая теория, это теория гликации Мейлорда, теория генетической предопределенности. То, о чем мы чаще всего говорим, это изменение генетического материала и заложено генетически определенное количество делений для каждой клетки, так называемый предел Хейтрика. Теория паптоза запрограммированной гибели клеток и интоксикационная теория старения, теория митохондриальной дисфункции. И, наверное, вот сейчас в рамках комплексного подхода мы с нашими пациентами должны работать комплексно, тем более с учетом общей патологии, которая возникает, мы рассматриваем основные процессы. Основными процессами будут являться у нас изменения на уровне реакции иммунной системы, это теория воспалительных изменений, теория хронического воспалительного состояния. Это изменения на уровне оксидативного стресса, системно-оксидативный стресс. И, конечно, это моменты, связанные с изменением работы митохондрии, это теория митохондриальной дисфункции. Давайте посмотрим основные аспекты, и будет нам удобно с вами определить, что же, собственно говоря, происходит. И очень много сегодня буду говорить с вами о гистологии, очень много буду с вами говорить о биохимии. Мне кажется, что этот аспект наиболее интересен, потому что каждая ваша процедура, каждый препарат, который вы применяете в своей работе, он должен быть четко направлен, и вы четко должны понимать, почему данный компонент применяется в той или иной ситуации, для чего он нам нужен, и, собственно говоря, что нам с этим делать. И поэтому мы с вами сейчас рассмотрим вначале теорию оксидативного стресса. Теория была предложена достаточно давно, в 1954 году. Автор Хартман, он предложил вариант изменения состояния клеток за счет того, что у нас у каждого, собственно говоря, атома, исходя из его строения, есть ядро, и в зависимости от того, какое это вещество, у нас есть внешние орбиты. И на внешней орбите у стабильной молекулы у нас всегда будет эти балансы. Помним с вами, количество протонов положительно заряженных или единиц должно равняться количеству электронов, отрицательно заряженных. В этом случае у нас будет достаточно стабильная молекула, которая может полноценно выполнять все свои функции, хоть биохимические реакции. Так вот, как только у нас появляются варианты, веществ, у которых недостаточно на внешней орбите электронов, мы будем с вами говорить сегодня об активной форме кислорода и о других вариантах, клетка сразу переходит в состояние дисбаланса. И вот здесь она будет пытаться у нас у любой стабильной формы забрать этот электрон в себе для того, чтобы сбалансировать общее состояние. И здесь мы, конечно, будем с вами видеть запуск общей цепной реакции, которая будет вызывать изменения каждого вещества, который у нас будет идти непосредственно по цепочке. Вот здесь на рисунке очень хорошо, посмотрите, пожалуйста, показана стойкая молекула кислорода. У нас есть с вами центральная часть, у нас есть с вами на внешней орбите электроны. Как только у нас теряется один электрон, сразу молекула переходит в состояние свободного радикала и, конечно, она будет искать, где бы у кого бы забрать. Конечно, вариант применения антиоксидантных систем, здесь продолжение нашего рисунка, это сразу хочется вам напомнить, да, антиоксидантные вещества, которые на внешней орбите имеют большее количество электронов, да, и они совершенно спокойно могут делиться с теми молекулами, у которых не хватает на внешней орбите электронов, да, без изменения своей структуры, без изменения своих функций. Поэтому мы, конечно, говорим о том, что системы прооксидантные в организме недостаточно важны. Давайте мы с вами более подробно посмотрим, одну минуточку, да. В первую очередь, конечно, мы будем сегодня с вами говорить о митохондриях, это будет достаточно интересно. Кратенько вам скажу, что это органеллы, да, которые будут у нас вырабатывать необходимое количество молекул энергии АТФ, но в связи с тем у нас в процессе данной биохимических реакций будут образовываться в том числе и свободные радикалы. И, конечно, если у нас системы в клетке внутри, которые связаны именно с защитой от свободных радикалов, работают не в полном объеме, то клетка будет у нас повреждаться. Посмотрите, пожалуйста, на рисунке, в эту картинку все прекрасно знаете, состояние нормальной клетки, состояние клетки, атакованной свободными радикалами, вы видите изменение состояния оболочки клетки, да, фосфолипидная основа в первую очередь у нас будет страдать, проникновение продуктов из межклеточного пространства, соответственно, полностью нарушается весь метаболизм внутри клетки, нарушение состояния геномного материала, да, и так далее. Поэтому клетка, конечно, повреждена, не может функционировать как нормальное физиологичное. Итак, давайте мы с вами посмотрим основные группы радикалов, которые могут появляться у нас в организме. Посмотрите, пожалуйста, да, два основных варианта. Это группа природных радикалов, да, и чужеродных. Природные радикалы, те, которые у нас будут в первую очередь возникать, в том числе у нас в организме, посмотрите, первичный, да, тот же самый супероксид, да, дальше синхиноны, нитроксиды, вторичные продукты, опять-таки, ряда биохимических реакций, гидроксилы, радикалы липидов, и третичные, радикалы антиоксидантов, да, у наших антиоксидантов тоже могут быть, в ряде биохимических реакций тоже могут возникать у нас формы по свободным радикалам. Из окружающей среды что у нас может быть? Посмотрите, пожалуйста, за счет воздействия общего радиационного фона могут быть у нас изменения со стороны молекул воды и биомолекул, со стороны воздействия ультрафиолета, лазерного облучения. Посмотрите, пожалуйста, у нас возможно появление радикалов, так называемых молекул хромофоров, да, и особенно мы здесь должны говорить о наших пациентах, которые проходят у нас курс лазерного омоложения либо лазерной электроэпиляции, мы должны учитывать тот факт, что в процессе внешнего воздействия, да, будут дополнительно образовываться определенные дополнительные свободные радикалы, и, конечно, в идеальном состоянии мы должны рекомендовать системную общую дополнительную поддержку по приему, собственно говоря, антиоксидантных систем, да, и группа ксенобиотиков, посмотрите, пожалуйста, да, радикалы токсических веществ, да, к ксенобиотикам мы должны понимать, будут относиться большие группы ряда лекарственных препаратов, да, это все, что мы потребляем с продуктами питания некачественных по состоянию, ну, и опять-таки все химические вещества, которые могут у нас, соответственно, влиять на наш организм. Итак, мне бы, конечно, хотелось поговорить в большем объеме, наверное, о тех формах, которые возникают у нас в организме и возникают в достаточном количестве. Это активные формы кислорода, да, активные формы кислорода, да, это отдельная система, да, которая участвует в ряде биохимических реакций, они, эти реакции достаточно физиологичны, но у нее есть несколько направлений, да, мы сейчас с вами будем разговаривать, да, посмотрите, пожалуйста. Это стимуляция специфического, не специфического антиокуплевого иммунитета, поэтому определенное количество активных форм кислорода обязательно должно быть у нас в организме, да, стимуляция процессов регенерации, стимуляция и регуляция процессов апоптозы, да, физиологически запрограммированной гибели клеток, регуляция сосудистого тонуса, обновление мембран клеток. Если, конечно, у нас не будет баланса между достаточно большим количеством радикалов и между системами защиты, конечно, активные формы кислорода будут у нас обладать повреждающим действием. Но если это состояние в балансе, да, как мы уже с вами говорили ранее, то состояние как раз-таки определенного количества форм кислорода нам нужно. К сожалению, если мы смотрим, посмотрим с вами предыдущий слайд, достаточно большое количество негативного влияния идет извне. Те же самые варианты по излучению, да, ультрафиолетовая, лазерная, тот же самый прием токсических препаратов в различных формах, начиная от лекарственных, пищевых, бытовой химии и так далее, могут смещать варианты оксидантной и прооксидантной системы. Поэтому здесь мы обязательно должны учитывать и периодически рекомендовать своим приемам, как общий пероральный прием антиоксидантов, да. Но здесь мы должны помнить с вами о том, что общее количество антиоксидантов приема в сутки не должно превышать у нас одного грамма, да, включая витамин С, включая витамин Е, включая тоже с вами ресвератрол и так далее, да. Иначе у нас будут с вами нарушаться процессы регуляции того же самого апоптоза, иммунный процесс и так далее. Поэтому на это тоже обращаем внимание. Особенно сейчас, в настоящее время, в состоянии нашей самоизоляции, в состоянии профилактики борьбы с общими респираторными вирусными инфекциями, да, мы должны помнить о том, что применение большого количества антиоксидантов – это тоже плохо. Должен ли баланс 600-1000 мг общего количества? Помним об этом. Что касается внутрикожного введения, да, здесь мы, конечно, с вами говорим о том, что это необходимо. Необходимо почему? Потому что, к сожалению, кожа – это достаточно важный, достаточно значимый орган, но есть, скажем так, более значимые системы у нас в организме, да, где у нас в первую очередь будут эти восстановления при пероральном приеме. Поэтому внутрикожное введение, да, то же самое применение позиций с витамином С, с аскорбиновой, с витамином Е, да, с различными растительными компонентами, оно оправдано, да, тем более, что данные позиции, они, если обладают высокой биодоступностью, то они не применяются каждый день. Они применяются достаточно редко, но в таком объеме, в котором достаточно для клеток нашего организма, для поддержания нормального здорового состояния. Итак, давайте с вами продолжим. Посмотрите, пожалуйста, вот на такую интересную картиночку у нас, да, такой интересный слайд АФК, еще раз вам повторюсь, что это активные формы кислорода. Посмотрите, пожалуйста, они будут у нас в организме возникать под воздействием ряда внешних и внутренних факторов. Еще раз, под воздействием внешних факторов, мы с вами проговорили, посмотрите, пожалуйста, да, это и ксенобиотики, это и радиационное воздействие, еще раз, ультрафиолетовое воздействие, воздействие лазеров, озона, состояние гипероксии, состояние загрешнения окружающей среды, еще раз, применение некачественных продуктов питания, да, длительный прием препаратов, в том числе некоторых лекарств. Из внутренних состояний, посмотрите, пожалуйста, да, у нас, конечно, это митохондрия, мы о них чуть позже поговорим, это физиологический объем образования активных форм кислорода, да, в цикле Крепса и в дыхательной цепи электронов, да, применение тех же, воздействие тех же самых активных компонентов со стороны гемопротеина, пероксисом, P450, все это будет приводить к увеличению общего объема активных форм кислорода. И вот здесь очень хорошо на данном слайде показано, посмотрите, пожалуйста, да, внешнее воздействие, влияние на биомембраны клеток, разрушение биомембран, да, нарушение общего обмена кальция, да, и кальций-зависимых биохимических реакций. И мы можем, к сожалению, получить в результате, да, гибель клетки по виду либо по состоянию апоптоза, либо по состоянию некроза, да, еще раз напомню вам, что апоптоз – это физиологически запрограммированная гибель клеток, которая идет без воспалительных реакций, да, а некроз у нас всегда будет идти с воспалительными реакциями. Итак, следующее направление, посмотрите, да, это выраженная окислительная модификация всех компонентов, составляющих наш организм, конечно, это белки, углеводы, липидный профиль, это нуклеиновые кислоты, да, в которых, возможно, опять-таки, нитогенные изменения, и вот здесь очень важно нормализация состояния генома клетки, да, защитные функции генома клетки, да, мы с вами чуть позже говорить о наших препаратах, и опять-таки они проникают трансядерно и нормализуют общий геном. Посмотрите, пожалуйста, да, будет идти параллельное снижение активности антиоксидантной системы, да, дисбаланс компонентов, будет окрестительное повреждение ферментных систем, соответственно, все биохимические реакции в организме не будут протекать с должной скоростью, ну, и в итоге мы не будем получать тех необходимых компонентов, которые должны физиологически образовываться, влиять на общий метаболизм, да, будет идти нарушение движения ионов внутриклеточного-внеклеточного, да, любые варианты транспорта, посмотрите, пожалуйста, все, что касается изменения со стороны, опять-таки, общих пролиферативных процессов, да, восстановления, процесс регенерации, нормализации общего иммунного статуса. Кроме того, будут идти накопления свободных радикалов жирных кислот, здесь работа рахидоновой кислоты, и в итоге мы будем опять-таки получать общую реакцию системного воспаления, да, через увеличение общего количества постагландинов, тромбоксанов, лейкатриенов, и организм может выйти в состояние длительного общего хронического воспаления. Так, одну минуточку. Итак, посмотрите, пожалуйста, здесь мне хочется с вами поговорить о общих антиоксидантных системах, которые у нас есть внутриклеточные, важные ферментные системы, системы защиты от воздействия свободных радикалов, в первую очередь, конечно, у тех форм кислорода, которые возникают у нас внутриклетки, да, в процессе получения молекул энергии АТФ, да, посмотрите, известный фермент, да, супероксид дисмутаза, да, она у нас есть цитозольная, которая находится внутри клетки, и есть супероксид дисмутаза, митохондриальная, которая у нас непосредственно нужна для самих митохондрий, да, она будет, посмотрите, если мы посмотрим с вами на слайде, да, по супероксид дисмутазе, она будет у нас влиять на активные формы кислорода. К сожалению, вышла с телефона, не могу вам локально показать, да, по супероксид дисмутазе, она будет переводить супероксидные радикалы в перекись водорода, да, посмотрите, пожалуйста, у нас есть кислород, У нас будет синенький овальчик, молекула О2 под воздействием электронов. Если будут эти потери, у нас будет состояние супероксида, супероксидный радикал. И соответственно супероксид дисмутаза будет переводить у нас опять-таки в биохимическую реакцию. И в итоге мы будем сами получать перекис водорода H2O2. Посмотрите, пожалуйста, еще раз, свободные радикальные формы кислорода мы будем получать в первую очередь зачет митохондрии, плюс дополнительная арахидоновая кислота, плюс дыхательная цепь электронов. Это наше физиологическое состояние. Поэтому активный супероксид дисмутаза должна быть у нас в норме. Далее, следующий фермент у нас каталаза. Посмотрите, пожалуйста, она будет у нас влиять на перекись водорода и переводить его соответственно уже в молекулы воды. И отдельную молекулу кислорода. И важно обратить внимание, что активность этого фермента будет снижаться при недостаточном количестве кислорода в организме. Почему мы с вами говорим сейчас о большой роли, достаточной, скажем так, роли оксигенации в целом. Почему так важна физическая нагрузка, аэробная, чтобы у нас в организме было достаточное количество молекул кислорода, чтобы наши антиоксидантные, точнее, наши системы по защите от воздействия свободных радикалов могли работать в полном объеме. Чтобы наши митохондрии образовывали достаточное количество молекул энергии. То есть физическая активность, особенно вот сейчас в состоянии самоизоляции, она обязательно должна быть в полном объеме. Самое простое, что мы можем сделать для нашего организма, это простая физическая нагрузка, простая зарядка для того, чтобы улететь общий объем кислорода в организме. Далее, еще один у нас интересный ферментный компонент, это глутатион пероксидаза. Есть их несколько видов, в том числе один из видов будет содержать у нас селен. Помним о том, что селен у нас тоже будет относиться к системам защиты от воздействия свободных радикалов. Посмотрите, пожалуйста, он будет участвовать у нас в восстановлении перекиси водорода и органических гидропероксидов, которые у нас тоже образуются в организме, те же самые жирные кислоты, белков. И будут переводить у нас восстановленный глутатион в окисленный. Ну и, соответственно, будет нормализовываться общее состояние, общий баланс. Все, что мы получаем извне, опять-таки с учетом не просто общего потребления, а с учетом усваиваемости организма, если мы говорим с вами о витаминах А, Е, С, каротиноидов, мы будем всегда дополнительно помогать. Но еще раз хочу отметить, что важный момент заключается в том, чтобы соблюдать баланс по поступлению систем защиты из окружающей среды. Когда мы говорим с вами в целом о введении внутрикожным, любым способом, аппаратным, пусть это будут особые формы доставки, пусть это будут инъекционные методики, здесь, конечно, мы коже будем дополнительно помогать. Поэтому все препараты, которые будут содержать дополнительно витаминный комплекс, либо специфические системы защиты от свободных радикалов, они, как правило, достаточно активны и не несут дополнительной отрицательной нагрузки на организм. Кроме того, у нас есть ряд дополнительных систем, которые обладают положительным воздействием на свободные радикалы. Обратите внимание, что это группа стероидных гормонов, это билирубин, это глюкоза, это манит, это трансферин, то есть это внутриорганизмные компоненты, которые тоже могут нам давать дополнительную защиту от воздействия активных форм кислорода. Итак, что же у нас будет происходить с вами при нарушении работы антиоксидатных систем? Посмотрите, пожалуйста. Конечно, системы стами по себе, они будут несостоятельны. И будет общая атака со стороны свободных радикалов, нарушение всех обменных процессов, и, конечно, к сожалению, это один из ведущих путей по развитию любой патологии, которую мы с вами не возьмем, начиная от банальных реакций, изменения обмена, недостаточных поступлений питательных веществ и заканчивая, к сожалению, пролиферативными процессами негативного характера. Посмотрите, пожалуйста. Неконтролируемый синтез свободных радикалов, так называемая цепная реакция, мы сами видели это на первом слайде, очень хорошо показано, когда у нас с вами уже поврежденная молекула переходит в состояние свободного радикала, и она способна у нас опять-таки забрать у следующей рядом находящейся молекулы электрон с внешней орбиты и перевести ее тоже в состояние свободного радикала. Конечно, вот эти перекисные окисления липидов биомембран, вот эти процессы изменения генома клетки, вот тут опять-таки вариант изменения и проявления со стороны различных состояний, и, кстати, это один из спусковых механизмов по развитию генетической патологии. Вы помните, что у нас есть ряд генетических заболеваний монофакторных, когда у нас идет изменение только в одном гене, сразу у нас идет проявление заболевания, например, тот же самый синтез. Есть у нас заболевания и состояние, которые у нас зависят от изменения в ряде генов, и вот здесь очень важно в состоянии воздействия свободных радикалов генетический материал, он наиболее подвержен проявлению любой генетической патологии, которая при благоприятных условиях могла бы и не проявиться, поэтому образ жизни, те продукты питания, то, что мы сами делаем, как мы влияем на организм, оно очень-очень значимое. Состояние хронического воспаления, как мы с вами посмотрели, это взаимопроцессы, которые переходят один в другой, они идут параллельно, и они всегда идут вместе, они идут рядом, рука об руку. Ну и, конечно, будут эти нарушения состояния функций клетки, любых компонентов, которые мы бы с вами взяли. Итак, здесь не могу не сказать о генетическом материале, о том, что у нас параллельно всегда будет идти несколько механизмов старения, и старение дермы в том числе, это теломерная теория старения. Эту теорию создал российский ученый Алексей Аловников. И данная теория заключается в том, что у каждой клетки, точнее у каждой хромосомы есть определенное число делений в каждой клетке, и есть определенный предел, на который она способна. Смотрите, пожалуйста, при процессах репликации хромосомы, концовые участки, теломеры они называются, с каждым делением будут укорачиваться. И при достижении определенного предела идет процесс приостановления деления, ну и, соответственно, клетка у нас гибнет. Для нас, конечно, значимо это в целом в организме, но со стороны клеток, особенно дермальных структур, те, которые для нас значат, мы говорим с вами о фибробластах, в первую очередь, в активных дифференцированных фибробластах, очень важно сохранить достаточное количество делений и максимально сохранить клетку физиологичной. Посмотрите, пожалуйста, одну секундочку, сейчас я слайд переверну. Посмотрите, пожалуйста, по пределу хромосомы, что это такое, собственно говоря. Это предел определенного числа делений клетки человека, допустим, в данном случае мы говорим о фибробластах, в первую очередь, эмбрионах. Но фибробласты эмбриона человека способны делиться определенное число раз. И мы сейчас с вами посмотрим, в зависимости от того, какие это фибробласты, почему такое число делений. В среднем это где-то порядка 50 плюс-минус 10. После чего их способность прориферации исчерпывается, число активных фибробластов у нас уменьшается, фибробласты переходят у нас в фиброцит. Соответственно, клетки, которые не могут физиологически нормально работать, и, к сожалению, у нас будет недостаточно со стороны компонентов межклеточного матрица. Если мы посмотрим с вами на слайд и увидим сравнение по источнику клеток у мышей, цыплят, эмбриона человека и голопогостской черепахи, сравним с продолжительностью жизни и с числом делений. Посмотрите, пожалуйста. У новорожденных мышей у нас максимальная продолжительность жизни 3 года, то есть живут недостаточное количество раз, и делятся тоже, собственно говоря, порядка 15-20 раз. Количество делений в культуре ткани клеток. У новорожденных цыплят порядка 12 лет у нас живут курицы около 25 раз. Эмбрион человека мы рассматриваем максимальную продолжительность жизни порядка 100 лет, около 50 раз. И голопогостская черепаха, посмотрите, порядка 175 лет, и число делений порядка 110 раз. Итак, здесь мы обязательно должны сказать с вами важный момент. Это работа митохондрии. Мы его с вами затронули, когда говорили об активных формах кислорода параллельно. И мне бы сейчас с вами хотелось проговорить об очень важной значимой органелии в наших клетках. Она у нас есть совершенно в любых клетках. О митохондрии. Мы сейчас с вами чуть-чуть позже посмотрим о ее старении. Если будем рассматривать, с греческого у нас митохондрия, митос и хондрион, будет переводиться как нити гранула. Это клеточная структура, двумембранный органоид. Посмотрите, пожалуйста, у него будет две мембранки. У нее свой собственный генетический материал, митохондриальная ДНК, и свои собственные органеллы, которые способны образовывать высокоэнергетическую молекулу АТФ, аденозинтрифосфата, через дыхательную цель. И, соответственно, они будут обеспечивать необходимым количеством АТФ не только себя, но и клетку, в которой они находятся. То есть это очень важный, значимый компонент. Кроме того, они участвуют в обмене кластеров железа и серы. Существует теория о том, что у нас с вами митохондрии, как это ранее, были отдельными бактериальными организмами, которые на определенном этапе эволюции объединились. У нас прокоратическая эопартическая клеточка, и у нас в результате получился совершенно новый симбиоз воздействия друг с другом. И это было начало всех эволюционных процессов. Поэтому митохондрия в настоящее время это достаточно интересный материал для изучения, и мы в своей работе обязательно должны говорить нашим пациентам о поддержании нормального состояния митохондрии в целом в организме. И, конечно, в нашей работе как специалист апостатического профиля мы тоже должны здесь с вами работать. И, собственно говоря, все, что будет увеличивать у нас поступление кислорода в клетки, все, что будет поддерживать нормальные физиологические процессы, мы тоже будем с вами стимулировать общие обменные процессы через работу митохондрии. Итак, посмотрите, пожалуйста, на картиночке сейчас одну секунду. Вот таким образом у нас выглядит с вами митохондрия. Канада. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 очень важный способ расположения митохондрии в животной клетке. Это те органеллы, которые будут обеспечивать полностью энергию всю клетку. Это энергостанция, это то, без чего мы не сможем жить в любом случае. Если нет митохондрии, клетка не живет. Это тот важный компонент, важный момент, который очень хочется до вас донести. Поэтому обратите на это внимание. И вот здесь мы с вами только хочу поделить внимание, наверное, как многие из вас слышали, о таком клетке в сантехе и в сантехе в сантехе на зоне ревоспад в технических процессах, которые происходят у нас с нами один из самых в сантехе в сантехе и в сантехе в сантехе и в сантехе расположение. У нас в сантехе два факта там в сантехе в сантехе нам нужна для того, чтобы от биохимических реакций он просто пошел быстрее. Опять-таки и пероральный прием гентарной кислоты и инъекционное введение гентарной кислоты дают сразу позитивный результат. Что в терапевтической практике, что в эстетической практике гентарная кислота работает как мощнейший компонент, который усиливает, ускоряет работу метахондрии и соответственно увеличивает количество образования молекул энергетии. И второй путь, это дыхательная цепь, которая идет у нас уже на мембране метахондрий. Здесь опять-таки у нас будет идти образование молекул. В полном объеме у нас будет количество обычно в этих биохимических реакциях порядка 38 молекул энергии. Это достаточно большой объем. Посмотрите, пожалуйста, в общем количестве у нас аденозин-3-фосфат порядка 95% будет осуществляться именно в метахондриях. Первая виноградная кислота, жирные кислоты, аминокислоты, которые будут образовываться из белков, жиров и углеводов, будут превращаться у нас в матриксе метахондрии, в ацетилкоэнзима. Кто из вас помнит, ацетилкоэнзима почему для нас важен? Он необходимый компонент для нормальной работы фибробластов наряду с витамином С, наряду с железом, для нормального функционирования и образования молекул зрелого коллагена. Поэтому ацетилкоэнзима у нас как продукт биохимической реакции очень важен. Давайте посмотрим с вами чуть в большем объеме, что же, собственно говоря, такое АТФ и аденозин-3-фосфат. Посмотрите, пожалуйста, это универсальный источник энергии. Переносчик энергии в живых коллагенах. Он будет состоять из первого основания. Здесь у нас будет аденин из рибозы и из трех фосфатных активных групп. Посмотрите, пожалуйста, они из положения альфа, бета, гамма. И в процессе расщепления, который идет с высоким, с выбросом большого количества молекул энергии, порядка 40 кГ, у нас будет АТФ переходить в АДФ. То есть, соответственно, из трех фосфатных групп у нас будет оставаться две фосфатные группы. Потом из двух фосфатных групп будет образовываться одна фосфатная группа. Вот этого количества 40 кГ энергии у нас используются для всех биохимических реакций в организме. Конечно, это любые биосинтетические процессы. Это молекулы перемещения, точнее, это энергия перемещения веществ внутриклеточных и межклеточных. Это транспортные процессы. Это те компоненты, которые необходимы нашим клеткам для того, чтобы все биохимические реакции проходили в полном объекте. 1 минуту. Итак, что же у нас происходит с вами, если вдруг микрохондрии нарушаются обменные процессы и количества энергии у нас недостаточно в организме. Смотрите, пожалуйста. Конечно, те биохимические процессы сразу у нас будут идти в либо в замедленном варианте, либо не происходить вообще. Будет происходить нарушение ионного транспорта в клетке, включая движение таких важных ионов, как натрий, калий, кальций и так далее. Со стороны общего состояния у нас все предпосылки для развития общих воспалительных реакций в организме. Здесь мы говорим с вами о неспецифическом воспалительном состоянии, состоянии хронического воспаления, состоянии хронического окисления в организме и оксидативного стресса общего. И, конечно, эти все процессы будут у нас ускорять процессы старения. И здесь очень важно в достаточном объеме уделять внимание именно нормальной работе митохондрий. Если митохондрии у нас будут с вами в активном состоянии, они будут у нас здоровы, им не будет все, что нужно для образования АТФ, соответственно, мы будем с вами молодые, красивые и здоровые. И, кстати, для поддержания общих иммунных реакций это тоже очень-очень важно, потому что вспомните, что в процессе опять-таки работы митохондрии, мы с вами чуть-чуть раньше говорили об этом, у нас будут образовываться активные формы кислорода, которые обладают стимулирующим эффектом, в том числе у нас общий местный иммунитет и в том числе у нас идет противоопухолевый иммунитет. Это очень-очень важно. Но со стороны эстетики, конечно, будут идти нарушения работы фибробластов, нарушения процессов обновления межклеточного матрица, нарушения процессов образования фибриллярных белков, потому что макологены, эластина, гликозы, миногликанов, гиалуроновой кислоты и так далее. Мы с вами постепенно совмещаем все процессы, которые тут параллельно. Еще раз напомню, это общий у нас с вами системный оксидативный стресс, это митохондриальная дисфункция, они всегда тянут друг друга с собой. И, конечно, это будет все приводить к общему состоянию хронического воспаления. Причем воспаление у нас не всегда связано с воздействием бактерий, вирусов каких-то. Это может быть воспаление, связанное с изменением биохимических реакций в организме. Посмотрите, пожалуйста, агенты могут быть какого характера? Бактериально-вирусного, химического, иммунологического. Суть заключается в чем? В том, что увеличивается концентрация определенных клеток, которые отвечают за иммунные реакции, те же самые лимфоциты, макропаги, плазматические клетки, либо в конкретном месте, либо в целом в организме. И вот как раз таки эти воспалительные реакции будут у нас запускать опять-таки цепную реакцию или каскад даже реакций, в результате которых будут по порочному кругу дополнительно истощаться митохондрии и не вырабатываться АТФ. Будет у нас изменение со стороны воздействия свободных радикалов, дисбаланс жирных кислот, разрушение биомембран клеток. И здесь мы будем говорить с вами на органном и организмном уровне. Это будет влияние на сосудистое звено, на костный скелет и, конечно, изменение общей работы всех органов и систем. И подверженность дополнительная бактериальным и вирусным, в том числе. По механизмам иммунной защиты немножечко вам тоже напомню. Посмотрите, пожалуйста. Здесь мы говорим с вами о том, что у нас есть понятие врожденного иммунного ответа на внешнее воздействие. Здесь мы говорим в первую очередь о бактериальном и вирусном воздействии. Это макрофаги в первую очередь. И, конечно, это адаптивная иммунная система. Это Т и Б-лимфоциты. Посмотрите, пожалуйста, что все защитные клетки будут производить огромное количество антител, цитокинов, транспортирующих факторов. Вот здесь у вас на слайде как раз очень хорошо видна схема иммунного ответа общего. И часть Т клеток будет перерождаться в реакционные формы кислорода. Опять-таки дополнительная нагрузка со стороны окислительного стресса. Другая часть клеток будет стимулировать долгосрочный иммунитет влияния на Б вместе с Б-клеточками. И дополнительно, параллельно будет у нас идти выброс большого количества компонентов, вызывающих воспалительную реакцию. Чем больше медиаторов воспаления, тем ярче воспалительная реакция. И это один из механизмов, которые вызывают развитие аутоиммунной патологии. И хроническое воспаление, которое опять-таки является субстратом для развития ряда заболеваний, в том числе для нас, как для эстетистов, очень важно при полном состоянии здоровья это процессы старения. Поэтому рука об руку у нас еще раз могу вам сказать, идут у нас хроническое воспаление, митохондриальная дисфункция и хроническое окисление. Они будут друг друга потенцировать, усиливать. И если мы хотя бы с одним из механизмов начинаем работать, а в идеале нужно работать с комплексом, то, конечно, общее состояние пациента улучшается и процессы старения будут замедляться. Здесь мы говорим как об общем, так и о уместном подходе. Итак, мы с вами постепенно переходим к тому моменту, собственно говоря, с чем мы будем сегодня с вами работать и с чем мы будем сегодня с вами разбираться. Все, о чем мы с вами сказали уже ранее, будет влиять на соединительную ткань в первую очередь. И со стороны соединительной ткани мы, конечно, в первую очередь имеем в виду термальный каркас. Вы прекрасно знаете, что как только наши с вами пациенты, собственно говоря, и мы с вами, находим состояние болезни, либо состояние хронического стресса, либо который вызван эмоциональными факторами, вызван стрессовыми ситуациями, вызван нарушением даже ритма сна, мы сразу начинаем уже выглядеть. Почему? Потому что соединительная ткань в первую очередь будет реагировать у нас на вот эти внешние и внутренние раздражающие факторы. Немножечко вспомним с вами по строению. У нас есть три основных слоя кожи. Помним поверхностный слой эпидермы, собственно говоря, дерма, то, о чем мы будем сегодня с вами говорить, и дополнительно подкожный жир, либо гиподермы. Итак, по строению дермы, напомню вам, это второй слой, или, собственно, кожа. Она находится у нас на границе с эпидермисом. Делят от эпидермиса ее бесклеточная структура базальная мембрана, состоящая также из ряда компонентов сельнотканного матрикса. Два основных слоя, это папиллярный слой, или сосочков, или ретикулярный, либо сетчатый слой. Посмотрите, пожалуйста, папиллярный слой будет состоять из рыхло-неоформленной волокнистой ткани, соединителя. Основная функция у нас это питание эпидермиса. Напомню, что именно у нас в сосочковом слое будет располагаться поверхностная сеть кровеносных сосудов. Здесь у нас будет обмен на уровне капилляров. Питательные вещества, кислород, будут выходить в окружающее пространство, включая эпидермальные структуры. И, соответственно, будут продукты обмена, поглощаться. И здесь же, напомню, с вами у нас располагаются, собственно говоря, слепо заканчивающиеся лимфатические капилляры, которые, опять-таки, будут достаточно активно работать при общем воздействии на поверхность кожи. Уже ниже, да, в ретикулярном, либо в сетчатом слой, да, слой у нас уже более плотный. Почему? Потому что будет состоять из плотных волокнистых структур. Здесь у нас уже и коллагеновое волокно, и гластиновое ретикулярное волокно. Он будет обеспечен супругость и прочность кожи. Клеточные компоненты, да, у нас, преимущественно, макрофаги, как компоненты иммунной защиты и фибробласты, они располагаются повсеместно, но мы сейчас посмотрим с вами непосредственно по каждому соотношению в дерме в том числе. Итак, если будем рассматривать на уровне клеток, кто у нас присутствует, с чем мы, собственно говоря, можем работать в наших с вами процедурах, это очень важно. Постоянные клетки, находящиеся в дерме, это фибробласты, клетки молодости, основные клетки, от которых все зависит, насколько наши с вами пациенты, да, и мы с вами хорошо выглядим. Макрофаги, компоненты иммунной защиты, да, и точные клетки им в помощь, собственно говоря. Транзиторные, те, которые будут мигрировать у нас из крови, в случае каких-либо ярких воспалительных реакций, да, те же самые, либо механические повреждения, там, воздействия, опять-таки, тактических факторов, бактериальной, вирусной природы, не суть важно, да, лимфоциты, лейкоциты, да, значит, эта группа у нас все это отдельно. С чем мы с вами на уровне клеток можем работать? Конечно, фибробласт, да, это наши клетки с вами. Далее, если мы возьмем компоненты внешклеточного матрикса, что есть? Посмотрите, пожалуйста, есть основное вещество, протоагликаны, гликозаминогликаны, та же самая гиалуроновая кислота, и фибриллярные белки, коллагены, эластинов, у нас может быть также, знаете, как и на фибробласты, и на коллагеновое волокно, это поддержание достаточного количества молекул воды в дерме. Самым простым способом, да, это общий пероральный прием, раз, и второй момент удержания, да, это введение препаратов гиалуроновой кислоты и восстановление нормального состояния. Соответственно, что коллаген, что эластин, да, основные структурные белки при недостаточном количестве молекул воды будут менять свои свойства, и, ну, и, соответственно, опять-таки будет ухудшение общего состояния. То есть можем повлиять, да, плюс дополнительно мы можем повлиять на коллагеновое волокно, то, которое уже у нас есть, улучшением, уплотнением, наверное, структуры, да, за счет, опять-таки, вариантов воздействия того же самого радиочастотного лифтинга, да, где-то там может быть лазерное воздействие, но, опять-таки, помним, что такие процедуры должны сопровождаться у нас обязательно с улучшением усилий, дополнительным воздействием на свободу радикала. И по структурным элементам посмотрите, пожалуйста, то же, с чем мы можем работать, это кровеносные сосуды и лимфатические сосуды. Лимфатические сосуды, да, особенно важны, особенно у пациентов, у которых есть общая патология, особенно у пациентов, находящихся в стрессе, мы должны обязательно рекомендовать улучшение общего состояния, улучшение работы лимфатической системы, детокс-мероприятия, они должны обязательно проводиться, да, со стороны кровеносной системы, конечно, увеличение и усиление кровоснабжения эпидермиса и дерми, да, мы сейчас с вами чуть позже поговорим о возрастных изменениях на уровне сосудов, поэтому тоже с этим мы можем сами работать. Давайте подведем итоги. Итак, точки приложения работы дерми. Первое, это клеточный уровень работы с фибробластами. Второй уровень, внеклеточный, это работа, конечно, в первую очередь с коллагеном, влияние на его структуру и создание оптимальной среды для того, чтобы все биохимические реакции могли проходить достаточно нормальным образом. То есть мы можем изменять качество внеклеточного матрица. И на структурные элементы кровеносные сосуды можем влиять, да, лимфатические сосуды можем влиять, да. Ну и что касается структурных элементов, да, кровеносные лимфатические сосуды это то, что наши пациенты могут делать либо самостоятельно посредством там самомассажей, либо посредством нашего дополнительного воздействия, да, методики опять-таки либо мануальные, но на структурный элемент это мы тоже с вами можем видеть. Итак, давайте посмотрим с вами на эту сложную, интересную структуру, на структуру дермы, на этот комплекс, на этот микромир в нашей коже. Здесь очень хорошо видны, посмотрите, у нас коллагеновое волокно, достаточно плотное, обозначено у нас голубым цветом, к ним крепятся фибробласты, фибробласты у нас растянутые, они у нас активные, посмотрите, пожалуйста, макрофаги, определенное количество у вас тоже желтенькие клеточки, опять-таки они у нас будут плюсти, состояние иммунного ответа, нервные волокна, естественно, посмотрите, просто кровеносные сосуды, капиллярчики у нас будут, ну и общее состояние, межклеточный матрикс, который будет заполнять оставшееся пространство, гликоз, аминогликаны, протагликаны, это то, в чем, собственно говоря, вся эта система у нас с вами и парится, условно. Итак, теперь мы подходим с вами к самому интересному, к самому основному, к нашим волшебным фибробластам. Почему волшебным? Еще раз хочу сказать, что фибробласты – это клетки молодости, да, мы с вами об этом помним. Но все ли наши процедуры, они у нас оправданы, и все ли наши процедуры дают нам результаты, эффекты, и правильны ли они. Опять-таки, объективный выбор тех или иных методик и тех или иных компонентов мы должны всегда рассматривать с точки зрения влияния на конкретную составляющую. Итак, давайте посмотрим. У нас фибробласты, да, это у нас будут ведущие функциональные клетки, они у нас постоянно находятся в терме, да, и постоянно пребывают. Такой специфический термин, но сейчас объясню, почему. Посмотрите, пожалуйста, они будут совершенно различны у нас по степени зрелости. Есть определенная клетка-предшественник, общая, да, мультипатентная мезонахимальная стволовая клетка, да, или полустволовая клетка, да, то есть это та клетка, из которой у нас впоследствии будут дифференцироваться различные варианты фибробластов, да, фибробласт у нас не один единственный. Из нее вначале будет образовываться юный фибробласт, да, юный фибробласт, да, это клеточка-предшественник, она ничего не синтезирует, но из нее могут образовываться ряд других клеток. Обратите внимание, что из юного фибробласта у нас в том числе могут образовываться адипоциты, да, жировые клетки. Помните, мы с вами проходили, да, что определенное число адипоцитов у нас с вами уже есть в организме, потому что адипоциты в своем количестве увеличиваются у нас в двух периодах жизни, да, это период эмбрионального развития и период пубертата. Далее в течение жизни адипоциты у нас не увеличиваются в количестве, но если в организме у нас дефицит адипоцитов по каким-то причинам, то, конечно, определенное количество адипоцитов будет образовываться из юных фибробластов. Почему? Потому что адипоциты, они несут тоже огромную роль для нашего организма, да, это не только подвижность кожи относительно внутренних структур. Здесь мы говорим с вами о биохимических реакциях. Поэтому в том числе у нас компоненты жировой ткани, адипоциты тоже будут образовываться из юного фибробласта. Параллельно из юного фибробласта образуются фиброкласты. Специфическая клетка, клетка, которая будет у нас отвечать за разрушение компонентов межклеточного матрикса. То есть это её работа. Это её работа образовывать ряд активных компонентов для разрушения. Это отдельная функция фиброкласта. Есть понятие дифференцированного фибробласта, и это наша самая любимая центральная часть нашей клетки, потому что именно дифференцированный фибробласт, это тот фибробласт, который обеспечивает нам красоту и молодость. Это тот фибробласт, который мы всё время пытаемся простимулировать, тот фибробласт, который мы всё время пытаемся активизировать для того, чтобы он выработал нам наконец этот коллаген, гиалуроновую кислоту и другие компоненты. Поэтому это наша центральная клеточка, это то, что мы с вами больше и больше всего любим. Но есть ещё одна структура, которая образуется из юного фибробласта. Посмотрите, это миофибробласт. И миофибробласт будет образовываться у нас в том случае, когда есть активное травмирующее воздействие. Это может быть механическая травма, искусственно вызванная, либо при любых травмах, которые не запланированы, варианты. Это та клетка, которая у нас возникает при воздействии достаточно большого объёма физических факторов. Это может быть избыточное ультрафиолетовое облучение, избыточное воздействие лазеров, избыточное воздействие того же самого, например, радиочастотного лифтинга. И именно миофибробласт у нас отвечает за процессы фиброзирования. Поэтому избыточная травма – это тоже плохо, потому что в случае активной травматизации, активной травматизации, хочу с вами подчеркнуть, у нас будет увеличиться количество миофибробластов, а миофибробласт у нас отвечает за процессы фиброзирования. И вот в этом случае мы будем с вами получать полноценные фиброзные состояния. И есть еще одна структура, которая образуется из дифференцированного фибробласта, это фиброцит. Это тоже специфическая клетка, которая не участвует в синтетических процессах. Это результат, скажем так, жизненного цикла фибробласта. Ну и через определенный период времени у нас фиброцит будет утилизироваться путем апоптоза. Ну и соответственно, опять-таки, это один из этапов. Важно, чтобы у нас количество именно дифференцированных фибробластов было достаточным в ДР. Потому что, еще раз, это основные синтезирующие клетки. Это клетки, которые отвечают за структурную организацию целого межклеточного матрица. Они обладают подвижностью и могут перемещаться. Они могут менять форму, мы сейчас еще с вами поговорим. Они прикрепляются к компонентам межклеточного матрица, к тому же самому коллагеновому волокну. Именно в таком состоянии они наиболее активны. И наша с вами точка приложения в любых работах – это именно дифференцированный фибробласт. Если, опять-таки, у нас уровень травматизации выше, больше, миофибробласт будет либо появляться в большем количестве, либо возникать заново. И именно миофибробласт будет вызывать у нас процессы фиброзирования. Например, те же самые процессы активного повреждения при помощи, например, ультразвукового воздействия. Да, тоже здравствуйте, это миофибробласт. Давайте посмотрим чуть подробнее, собственно говоря, какие у нас бывают с вами фибробласты и как у нас выглядит фибробласт. Посмотрите, на картиночке у нас с вами однозначно зрело дифференцированный фибробласт. Этот фибробласт на картинке изображен в растянутом состоянии. Вы видите, что у него есть такие отросточки, он как бы подрастянут. У него, опять-таки, есть ядро ядрышка, вы видите комплекс Гольджа, да, все, что касается рибосом, митохондрии, да, полирибосом. То есть здесь полноценная клеточная структура. По способности к пролиферации, да, то есть по способности выработки, точнее образованию, да, к определенному количеству делений. У нас все наши фибробласты будут делиться на две основные группы. Это методически активные, то есть те, которые способны к процессу метоза. Помните, у нас есть способ деления клеток, да, метоз. Мы его все проходим в школе, в пятом классе на луковой пленочке. Да, так вот у нас методически активные фибробласты, которые способны делиться путем метоза. Их у нас на самом деле три вида. Посмотрите, пожалуйста, у нас есть первая группа фибробластов, да, а методически активные фибробласты первой группой, они способны на самое большое количество делений, 25-30. Есть вторая группа, 15-20, и третья группа от 5 до 8 клеточных делений. И если мы с вами в итоге подведем, мы как раз получаем с вами, помните, мы с вами чуть-чуть ранее говорили о том, что фибробласт человека способен делиться плюс-минус 50 раз, да, то есть 50 раз, точнее, плюс-минус 10. Это определённое запрограммированное число делений. И вот в этом фокусе, если мы рассмотрим с вами влияние на фибробласт, очень важно влияние пептидного комплекса на концевой отдел участка хромосомы для того, чтобы преодолеть число хейфлика и увеличить количество методически активных фибробластов. Вот этот момент, пожалуйста, тоже сделайте себе здесь акцент, запомните, да. И группа постметодических фибробластов, да, которые у нас переходят уже в фиброциты, ну, соответственно, потом удаляются путём апоктозы. Итак, есть ещё очень важный момент, да, по активному фибробласту, по дифференцированному фибробласту, по методически активному фибробласту. Это форма фибробласта, да. Фибробласты способны менять форму. Они могут либо в растянутом состоянии, да, в вытянутом состоянии, либо в сжавшемся состоянии. Если они у нас в растянутом состоянии, они крепятся у нас к коллагеновому волокну. Крепятся у нас за счёт, опять-таки, компонентов пешклеточного матрикса. И именно в таком растянутом состоянии наши фибробласты максимально активны. То есть в других вариантах, если у нас фибробласт не имеет связи с коллагеновым волокном, если он сжавшийся, он вырабатывает минимальное количество необходимых компонентов пешклеточного матрикса. Поэтому всё, что связано с механическим воздействием, опять-таки не с чрезмерным воздействием, а с механическим адекватным воздействием, да, по растяжению кожи, да, мы здесь с вами говорим о физиологическом подходе, будет стимулировать работу фибробластов. Дополнительно тоже, пожалуйста, сделайте себе акцент. Если будет перерастяжение кожи, мы будем с вами увеличивать количество, опять-таки, миофибробластов, да, и мы можем спровоцировать процесс образования именно фиброзного коллагена. Посмотрите, пожалуйста, по функциям именно растянутый фибробласт будет у нас отвечать за определённую архитектонику или строение дермы в целом. Он за счёт того, что у него есть связи с компонентами пешклеточного матрикса с коллагеном, фибробласт растянут, есть определённая структура и архитектоника внутри клетки, да, и есть взаимодействие матрикс, да, межклеточный матрикс, клетка. Как только у нас фибробласт теряет вот эту взаимосвязь с коллагеном волокном, тут же будет меняться структура дермы. И как только меняется структура дермы, к сожалению, мы видим с вами изменение качества, да. Поэтому фибробласт в идеале должен быть связан с коллагеном волокном, он должен быть дифференцирован, методически активен и должен быть в растянутом состоянии. В этом случае у нас будет достаточное количество образовываться нового коллагена, достаточное количество компонентов межклеточного матрикса и будет определённая структура, определённый туркорткаль. Итак, давайте посмотрим с вами по функциям фибробласта, да, очень важные, интересные, но, конечно, биосинтетические. Фибробласт вырабатывает активно, огромное количество компонентов, мы чуть-чуть позже с вами посмотрим на слайде, участвует активно в ангиогенезе. Посмотрите, пожалуйста, да, будут вырабатываться факторы роста сосудов, да, в том числе и сосудов, факторы роста, ангиопоэтин. Один, для чего это важно? Помним с вами, что в процессе старения, особенно в сосочковом слое, идёт отмирание капиллярных петель, да, уменьшение количества капиллярных петель, поэтому активный фибробласт будет поддерживать в том числе и структуру сосудистого русла, да, и, соответственно, будет общий обмен, увеличение количества поступления питательных веществ и поступления кислорода, поэтому здесь опять-таки всё взаимосвязано. Он активно участвует в ангиогенезе. Конечно, это иммунный ответ. Естественно, это точные клетки, здесь даже мы особо даже не уделяем этому внимания, потому что здесь даже не оговариваются. Важный момент, посмотрите, пожалуйста, нейроэндокринная регуляция. Фибробласт способен вырабатывать достаточно большое количество активных компонентов, да, те, которые влияют на общий обмен у нас в организме. Посмотрите, биогенные амины, да, нейропептиды, нейротрансмиттеры. Важные такие компоненты, как пролактин, гормон роста в определённом объёме, да, это внемозговые формы, естественно, но они активно участвуют в общем обмене, да. Далее, фибробласт экспрессирует рецептор андрогенов и эстрогенов, да, здесь опять-таки влияние на общий обмен. Регенерирующая функция фибробласта, опять-таки, при травме, мы с вами говорили уже ранее, будет переходить состояние миофибробластов и способствовать образованию фиброзного коллагена, что тоже достаточно важно, особенно если это не запланированная травма, да, там в рамках омоложения, а когда это действительно какие-то серьёзные состояния, именно благодаря миофибробластам мы будем с вами получать процессы регенерации, да, и поддержание определённого гомеостаза соединительной ткани в целом. Давайте посмотрим сами на огромное количество компонентов, которые вырабатывает фибробласты. Посмотрите, это ряд видов коллагена, да, коллаген – это собирательное понятие белков, да, посмотрите, пожалуйста, здесь у нас и первый, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой тип коллагена. Это огромное количество гликопротеинов, то же самое фиброноктин, фибриллин, тромбосподин, ламинин, теносцин, гликозаминогликаны – наша любимая гиалуроновая кислота, наш любимый гепаранцультфат, хандритинцультфат, протоагликаны, да, это верстиканты, корин. Посмотрите, белки, модифицирующие матрикс, да, это матриксные металлопротеиназы. Тоже очень важный компонент. Те ферментные системы, которые будут регулировать состояние межклеточного матрикса. И очень важный следующий компонент, посмотрите, тканевый ингибитор металлопротеиназ. Если у нас достаточное количество фибробластов, обратите внимание, у нас ещё и вырабатывается ингибитор матриксных металлопротеиназ. По металлопротеиназам сразу вам хочу сказать, да, это системы, их очень много, ферментных систем, да, ну, мы чаще всего знаем, там, первую, девятую, первую, двенадцатую, тринадцатую системы, которые отвечают у нас за процессы, в первую очередь, расщепления компонента межклеточного матрикса, да, у каждой из металлопротеиназа своя функция, но всё, что некоторые из них будут участвовать у нас в процессе синтеза. Поэтому тканевый ингибитор матриксных металлопротеиназ – это тоже очень важный компонент. В молодом организме у нас строго дифференцированный объём работы этих ферментов. Как только у нас активность со стороны фибробласта снижается, у нас увеличивается соотношение матриксных металлопротеиназ, отвечающих за процессы расщепления, и, соответственно, у нас будет опять-таки изменяться структура. Далее, со стороны иммунной системы, посмотрите, у нас цитокины, интерлейкины, первый, шестой, десятый фактор некроза опухоли альфа, факторы роста, да, то есть то, что у нас способно восстановлению, то есть у нас эпидермальный фактор роста, да, и фактор роста фибробластов, да, и сосудистый фактор роста – огромное количество. Далее, хемокины, посмотрите, да, достаточно большая та же группа, и медиаторы воспаления. Поэтому фибробласт – это особый тоже компонент межклеточного матрикса, да, это клетка, которая влияет на огромное количество процессов. И поэтому с точки зрения поддержания здоровья и с точки зрения получения полноценного статического результата, мы должны понимать, что фибробласт, он не один-единственный, во-первых, да, дифференцированный фибробласт, а есть еще много вариантов, мы с вами говорили, это и в случае травмы, либо активной какой-то травматизации, в том числе и нашими процессами, те же самые формирования миофибробласта с возможностью формирования фиброзного коллагена. Да, это у нас и фиброциты, уже неактивные, да, фибробласты. Это у нас есть вариант воздействия на предшественники фибробластов, это вариант влияния на сам дифференцированный фибробласт за счет увеличения числа методических делений, соответственно, поддержания нормальной его активности, в том числе с выработкой компонентов достаточно активных, да, и плюс, конечно, это улучшение общего основного обмена с целью поддержания нормального гемиостаза в достаточном количестве компонентов мышечного матрикса. Итак, вопрос, который касается гемиостаза, да, гемиостаз – это внутренняя среда, да, гемиостаз с этими тканями, здесь мы говорим в первую очередь, конечно, о дерме, как о ткани, будет зависеть от нескольких компонентов. Смотрите, первый – это популяционно-клеточный гемиостаз, здесь мы говорим с вами о численности фибробластов в различной степени дифференцировки, да, пролиферации, реакции апоптоза, выполняемых функций, конечно, для нас очень значимо, чтобы у нас было достаточное количество, конечно, дифференцированных фибробластов, потому что они у нас будут обеспечивать, соответственно, полноценно все реакции синтетического характера, да, и будем получать красивые реакции со стороны улучшения общего обмена. Но для нас важны также реакции апоптоза, да, физиологической гибели клеток, да, определенное число делений, помним об этом, и, конечно, это иммунный механизм. Далее, метаболический гемиостаз клеток, здесь мы говорим с вами о поддержании нормального обмена, и опять-таки функция фибробластов достаточно активна здесь, и о гемиостаз межклеточного матрикса, да, посмотрите, концентрация ионов, концентрация каких-то активных компонентов, то есть то, на что мы можем повлиять, то, что мы можем вести либо системно, либо местно, да, субстратов, да, здесь же мы говорим с вами об аминокислотах, получении достаточного количества, макро-микроэлементов, да, которые являются коферментами и химических реакций, метаболитов, степени загрязнения, опять-таки здесь мы говорим с вами о продуктах обмена, если они у нас в достаточно большом количестве находятся в межклеточном пространстве, мы не стимулируем выведение, то есть не совсем корректно, мы не активизируем выведение, то, конечно, обмен у нас будет также заметен скорости обновления ремоделирования тканей поэтому а введение определенных компонентов она тоже достаточно важно и так мы с вами постепенно от самой важной самой значимой клетки в нашей дерме этой клетки которая отвечает за общее состояние дермы да я надеюсь что вы здесь уже поняли ее значимость и а вам стало понятно с чем собственно говоря нам нужно работать именно со зрелым дифференцированным фибропластом и на какие механизмы мы с вами можем повлиять постепенно переходим с вами уже компонент и конечно один из самых важных белков который отвечает за эстетический профиль является у нас коллаген коллаген это у нас семейство да это достаточно такой большой набор близкородственных белков которые будут относиться к разряду структурных они будут являться основными компонентами шкалачного матрикса их существует около 28 30 основных типов коллагена но все они будут характеризоваться основной чертой достаточно жесткой структурой структуры это будет состоять у нас из трех полипептидных альфа цепей да которые состоят из определенных аминокислот из аминокислот только трептофан и цистеин у нас не участвует остальные все участвуют в основном это глицин это лизин пролин аланит в основном их гидроксилированные структуры и в коже у нас преимущественно более 90 процентов это белки первого второго третьего четвертого типа давайте посмотрим вот на следующий слайд чтобы мы сами посмотрели по разновидностям коллагена коллаген у нас есть фибриллярного типа до фибриллярные коллагены 1 2 3 5 11 14 17 есть фибрил ассоциированные коллагены те которые будут отвечать у нас опять-таки за связи между компонентами 9 12 14 16 19 20 21 22 коллагена формирующие филаменты бусины опять-таки связующие вариации до шестой тип сети образующие коллагена 4 7 10 коллаген формирующий аккорные фибрилы опять-таки варианты прикрепления 7 трансмембранные коллагена обратите внимание 13 17 12 15 и есть еще определенная другая группа коллаген теперь мне с вами хотелось бы перейти постепенно к процессам все за коллаген и вот здесь тоже очень важные моменты да я буду делать акценты на что мы сами собственно говоря можем повлиять нашей с вами работе и так весь процесс образования коллагена как мы уже сами сказали ранее в зрелом дифференцированном фибробласте будет проходить в двух этапах до основных это этап внутриклеточного обмена и вне клеточна так вот я хочу вам сказать что в основном все наши с вами варианты воздействий влияют на внутриклеточное образование здесь о чем мы с вами говорим посмотрите пожалуйста есть определенное число этапов на которые мы можем с вами поприять давайте посмотрим итак первый этап да когда мы будем с вами образовывать точнее точнее в нашем организме будет образовываться при проколаген на полирибосомах на плазматического ретикулума и далее у нас будет постепенно из этого при проколагена образовываться проколаген скажу что один из важных это далее обязательно должен пройти процесс гидроксилирования пролина и лизина определенных компонентов и вот здесь обратите внимание что для этих реакций нужно достаточно большое количество кислорода да почему без кислорода реакции не пройдут поэтому конечно у наших с вами пациентов которые тут активный образ жизни который достаточное количество кислорода в организме у них процессы будут всегда ярче всегда интереснее с точки зрения получения результата эффективного и он и железо здесь мы обращаем сами внимание на тех пациентов которые у нас находятся в состоянии пограничными с анемиями да железодефицитными поэтому еще раз скажу я своим пациентам всем рекомендую сдавать анализ на ферритин единственное что важным моментом является в принципе тип конституции да если это стенический тип конституции у них будет генетически запрограммированное сниженное количество ферритина поэтому здесь нужно же корректировать общий обмен и витамин c аскорбиновая кислота скажите пожалуйста да как часто мы обращаем внимание именно на этот этап мы обязательно своим пациентам для достижения хорошего стойкого эстетического результата должны говорить о том что нам необходим активная активный образ жизни необходимого поступления кислорода уровень железа до феррити надо посмотреть и витамин c если у нас недостаточно кислорода недостаточно железа недостаточно скорбиновой кислоты на этом этапе мы с вами и остановимся к сожалению далее следующим этапом идет перенос глюкозы галаптоза на форму проколлагена и формирование растворимой воде формы до тропа коллаген посмотрите пожалуйста еще раз для протекания данных биохимических реакций что нужно чтобы было достаточно в организме железо раз да здесь мы говорим с вами о ферментах которые будут активизировать апрель гидроксилаза лизил гидроксилаза обязательно витаминов c в достаточном количестве до кофермент гидроксилаз кетоглуторат а мы с вами говорили помните сегодня про альфа-кетоглуторат он у нас является конечным метаболитом до процессах работа метахондрии и кислорода потому что в данном случае кислород нам необходим просто вот на этом этапе мы можем достаточно активно повлиять следующий этап у нас вне клеточной если первый этап можно назвать сами неоколлагеногенез вот то внутри клеточный этап да здесь вот у нас как раз сами то следующий этап в не клеточный до коррект не было бы назвать неофибрилогенез неофибрилогенез почему потому что здесь будет идти процесс сборки новых коллагеновых структур в межклеточном матрице мы с вами помним что внутри клеточного мы остановились с вами на тропа коллагене который получили да и он теперь должен перейти межклеточный матриц и вот здесь физиологически происходит сборка самостоятельная из тропа коллагена до формирования уже нерастворимого коллагена сама сборка его и формирование новых коллагенов фибрил и вот здесь нам уже нужны другие компоненты посмотрите пожалуйста необходима у нас медь да потому что есть медь зависимый фермент да витамин pp витамин b6 для лизиал гидроксилазы для формирования новых связей между опять-таки коллагенов фибрил и вот здесь нам уже повлиять значительно сложнее сразу хочу сказать что в основном наши процессы к сожалению направлена стимуляция внутриклеточного образования коллагена и скорость образования внутриклеточного коллагена она выше скорости образования новых фибрил то есть тропа коллагена а может быть достаточно высокая концентрация в нормальном а в матриксе но процесс сборки может идти гораздо меньше и пока идет процесс сборки до из определенного количества определенное числом тропа коллагена будет просто уничтожаться. Поэтому мы далеко-таки не всегда можем получить положительный результат. Итак, вот на следующей картиночке как раз-таки очень хорошо у нас с вами обозначено. Посмотрите, пожалуйста, по этапам. Еще раз подчеркну, внутриклеточный этап – это формирование вначале у нас при проколлагена на эндоплазматическом ретикулами, потом у нас идет формирование проколлагена, потом идет процесс гидроксилирования, для которых обязательно нужны кислород у нас, витамин С и железо. Это первый этап, на который мы можем сами повлиять. Если еще раз скажу, этих компонентов недостаточно в организме, по каким-либо причинам дефицитное состояние, соответственно, на этом этапе все прекращается. И далее у нас идет образование тропа коллагена, который подходит у нас непосредственно к плазматическому мембране. И уже в межклеточном пространстве идет самосборка. Вначале это формирование микрофибрил, потом коллагеновых фибрил, потом уже коллагенового волокна. И здесь необходимо, еще раз вам скажу, да, у нас молекулы, точнее вещества непосредственно, здесь у нас уже медь обязательно должна быть, у нас должен быть здесь витамин В6, у нас здесь должен быть витамин ВП, для того, чтобы полноценно прошли все биохимические реакции. Если этого не произойдет, опять-таки, может быть достаточное количество тропа коллагена. Но тропа коллагена будет у нас определенное количество находиться в межклеточном матриксе. К сожалению, полноценных волокон коллагена мы с вами не получим. Так, ой, извините, пожалуйста, сейчас одну секундочку, я немножечко проскочила, сейчас одну секунду нажала не на ту кнопочку. Прошу прощения. Возможно, у вас пока я тут подостраиваю, может быть, у вас есть какие-то вопросы? Одну секунду, технический момент. Подскажите, пожалуйста, меня хорошо видно, все ли в порядке? Одну секунду, вернемся сейчас к коллагену с вами. Одну минуточку, коллеги, пожалуйста, да, техническая, техническая пауза у меня. Одна кнопочка, и у нас немножечко все поменялось. Так, коллеги, одну секунду. Так, вот мы подходим с вами еще раз, да. Посмотрите, пожалуйста, еще одна потрясающая схема, да, тоже посмотрите по этапам синтеза коллагена. Очень хорошо здесь видно, видно, очень хорошо видно здесь все этапы. Здесь все, что касается формирования на эндоплазматическом ретикулам, еще раз, препроколлагена, да, потом формирование проколлагена, потом у нас идет в процессе гликозилирования, да, формирование непосредственно тропоколлагена, его выход в межклеточное пространство, да, и уже сборка, да, процессы неофибрилогенеза, сборка у нас с вами в межклеточном пространстве тоже хорошо видна. Я надеюсь, что вот эти моменты, они достаточно для вас интересны, актуальны, будем дальше с вами работать. Итак, одну секунду, чтобы продолжать. Итак, давайте посмотрим еще один специфический момент, да, о котором мне очень хочется вам сказать, собственно говоря, по тому коллагену, который есть. Скорость синтеза, еще раз, и проколлагена в фибробластах, она будет выше, да, и мы чаще всего именно ее с вами стимулируем нашими программами по сравнению со скоростью сборки зрелых фибрил, и уж тем более распада. Посмотрите, пожалуйста, тропоколлаген, он более чувствителен к внешним раздражителям, нежели зрелый коллаген. Мы можем сами повлиять еще раз достаточно активно на внутриклеточные процессы в фибробластах, но если у пациента достаточно большое количество внешних и внутренних факторов, включая действие свободных радикалов, включая действие ксенобиотиков, включая действие ультрафиолета, все что угодно, да, плюс дополнительное действие матрицы металла протеиназ, в межклеточном матрице он будет достаточно быстро разрушаться. Зрелый коллаген, он достаточно чувствительный к любому виду воздействия. Посмотрите, пожалуйста, есть по некоторым данным, что период полураспада зрелого коллагена, то есть если удалось сформировать волокно коллагена, даже до 30 лет. Некоторых данных есть 15, но в каких-то данных есть 30. И посмотрите, пожалуйста, в молодом возрасте образование коллагена, неоколлагеногенез и неофибрилогеногенез проходит достаточно быстро. И мы можем сами на самом деле посмотреть, насколько активен у нас процесс неофибрилогенеза в организме, потому что именно с возрастом именно он у нас будет снижаться. В связи опять-таки с чем? В связи с тем, что будет образовываться достаточно большое количество сшивок. Мы сейчас с вами чуть позже поговорим про процесс эгликации, карбонирования и так далее. Посмотрите, пожалуйста, в моче, точнее у нас есть такой специфический анализ, это анализ гидроксипролина в моче. Если кому-то интересно, можете сдать, посмотреть. В молодом возрасте, смотрите, 10-20 лет, у нас наличие порядка 200 мг в сутки. В зрелом снижение практически в 20 раз. И вот здесь мы можем с вами ориентироваться, собственно говоря, на то, в каком состоянии, на каком уровне у нас с вами находятся, собственно говоря, компоненты соединительной ткани и насколько активно у нас могут идти эти процессы. Итак, следующим этапом мне бы хотелось с вами рассмотреть изменение коллагенового волокна, которое происходит у нас под воздействием внешних паттеров. Здесь, в первую очередь, конечно, мы будем с вами говорить о фотоиндуцированном, лексогенном старении. Посмотрите, пожалуйста, конечно, фибробластами и эпителиоцидами будет увеличиваться количество матриксных металлов протеина. Мы с вами чуть позже уже, точнее, чуть ранее сказали. Это специфические ферментные системы, которые будут у нас влиять на коллагены первого и третьего типа, вызывая опять-таки их процессы разрушения. Но в некоторых случаях у нас может идти частичный протеолиз, не специфический протеолиз, где-то могут идти реакции гликации с формированием патологических шивок, у нас может идти фиброзирование тканей. То есть в любом случае фотоиндуцированное воздействие, фотоиндуцированное старение, оно начинается в достаточно раннем возрасте и вопрос защиты от ультрафиолета, он должен у нас стоять всегда. Этот момент мы должны дадить до наших пациентов. Со стороны биологического старения возрастных изменений, посмотрите, пожалуйста, будет идти увеличение количества коллагеновых волокон, и опять-таки будет больше доступность для матриксных металлов протеиназ, и матриксные металлы протеиназы тоже будут достаточно активно расщеплять. Если мы будем с нами рассматривать пациентов, которые были подвержены лучевому воздействию, с диагнозом лучевая болезнь, любые серьезные воспалительные состояния, например, по типу сепсиса, мы говорим о серьезных урожающих жизни, был прием сульфаниламидов, могут идти процессы билирубинирования коллагена, и, соответственно, опять-таки будут идти нарушения их структуры. И еще один процесс, точнее, очень такой интересный процесс биохимический, это карбомилирование коллагена, опять-таки будут идти изменения его структурных свойств, и, соответственно, физических свойств, что очень часто сейчас встречается, потому что это группа пациентов, которые находятся либо на длительном голодании, либо длительная активная физическая нагрузка, если мы говорим сами о спортсменах, либо пациенты, которые находятся только на белковых диетах, здесь опять-таки будут идти изменения структуры белка. И еще один очень важный момент, о котором бы мне хотелось с вами сказать, это комплекс фибробласт-коллаген. Пожалуйста, тоже себе его отметьте. Именно вот этот комплекс, помните, мы с вами говорили чуть-чуть ранее, что фибробласт активен тогда, когда он находится в растянутом состоянии, а в растянутом состоянии он находится тогда, когда он прикреплен к волокнам коллагена. Смотрите, пожалуйста, к волокнам коллагена он будет прикрепляться за счет наличия компонента межклеточного матрикса, если мы говорим с вами об интегрении, эти связи называются фокальными контактами, и именно в таком состоянии он функционально активен. Он будет вырабатывать необходимое количество компонентов межклеточного матрикса. Если у нас с вами достаточно высокая активность матрикса металлопротеиназ, коллаген начинает фрагментироваться, то в этом случае нарушаются связи между фибробластом и коллагеном, и фибробласт приходит в состояние сжатого. И в таком состоянии он неактивен, он нам неинтересен, он переходит в состояние неполного голодания, хронического неполного голодания, и полноценно не может уже вырабатывать компоненты межклеточного матрикса. Поэтому очень важно обратить внимание на структуру фибробласт-коллаген, потому что фибробласт-коллаген, эта структура, она будет формировать взаимодействие системы матрикс-клетка-матрикс. Межклеточный матрикс, здесь мы говорим с вами о сети коллаген, в первую очередь коллагеновая сеть, конечно, клетка-фибробласт и матрикс. В самом фибробласте есть тоже определенная структура, определенный внутриклеточный матрикс, ядерный матрикс. И если у нас с вами полноценные связи, посмотрите, растянутый фибробласт, благодаря коллагену натягивает внутренние структуры, внутриклеточный матрикс. Внутриклеточный матрикс будет влиять на ядерный матрикс, ядерный матрикс будет активизировать гены, которые отвечают за формирование новых компонентов межклеточного матрикса. То есть, по сути дела, наверное, если образно мы с вами представим, как только вот за веревочку тянем и держим, все активно и все работает. Как только отпустили, ничего не работает. Именно на этом эффекте у нас основана методика механо-трансдукции, которая рекомендует иногда выполнять после стимуляции фибробластов, это может быть механическое воздействие, любым способом, именно за счет того, чтобы дать определенное натяжение фибробласту, в том числе коллагеновому волокну. Только мы должны с вами учитывать, что зрелое коллагеновое волокно, мы с вами посмотрели, достаточно большой период полураспада, с возраста может чуть-чуть менять свою структуру. Это мы тоже с вами озвучивали. И момент, связанный с натяжением, может уменьшаться. Поэтому иногда мы с вами должны дать чуть большую нагрузку, но опять-таки без риска формирования миофибробластов, чтобы не вызвать формирование фиброзного коллагена. Итак, вот как раз мы с вами сейчас поговорим о фиброзном коллагене и о самом процессе фиброзирования. Фиброз – это сложный процесс или процесс фиброзирования, в основе которого ли будет лежать нарушение баланса процессов матрикса ДР. Как раз-таки этот момент связан с воспалением, с формированием грануляционной ткани, созреванием, перестройкой. То есть будет идти разбалансировка классических компонентов. У нас будет изменение как со стороны соотношения клеток, так и соотношение со стороны структур. То есть у нас будет недостаточное количество, возможно, коллагена, фиброноктина, гиалуроновой кислоты либо преобладание определенных компонентов. Посмотрите, пожалуйста, в этой стрессовой ситуации, а фибробласт рассматривает эту ситуацию как стрессовую, это может быть, опять-таки, не только воспаление, связанное с механическим бактериальным вирусным воздействием, но и воспаление, связанное с изменением общего состояния, хроническое окисление, хроническое воспаление. Опять-таки, тот же самый митохондриальная дисфункция. Мы можем с вами получить определенную специфическую реакцию, когда фибробласт будет переходить или фенотипироваться в высокоспециализированную форму, в миофибробласт, который изначально будет предназначен для восстановления дермы при каких-либо травмах. Но если травма не произошла, а идет изменение соотношения клеток внутри дермальных под каким-либо воздействием, то же процессы фиброза могут запускаться достаточно активно. Потому что, собственно говоря, сам миофибробласт является субстратом, который при любой патологии будет нам давать в последующем фиброзные реакции. Посмотрите, пожалуйста, будет снижаться активность матрицы металлопротеиназ и усиливаться синтез рецепторов специфических CD44, которые, опять-таки, у нас участвуют в процессе формирования компонентов числечного матрица. Посмотрите, пожалуйста, вот сейчас следующую картиночку мне хочется вам показать, тоже она достаточно интересная. Фибробласт, юный фибробласт, он находится у нас в покое. Посмотрите, пожалуйста, есть компоненты межклеточного матрица, здесь у нас мы видим с вами коллаген первого типа, у нас тут есть фибронектин, ламилин, у нас там ряд биохимических реакций. И в случае какой-то стрессовой ситуации, в случае гипоксии, в случае воздействия активных форм кислорода, у нас будет переход в более активную форму, либо, опять-таки, физиологические изменения. Нормально активированный, зрелый, дифференцированный фибробласт, то, о чем мы только что с вами говорили, тот фибробласт, который прикреплен к волокам коллагена, посмотрите, у него есть специфический свой внутренний матрикс, свой внутренний цитоскелет. Этот компонент более активен. Посмотрите, пожалуйста, какое огромное количество компонентов он может вырабатывать. Он уже способен к сократимости, к пролиферации. Он способен секретировать определенное количество веществ. Посмотрите, пожалуйста, в отличие от юного фибробласта. Работа матриксных металлопротеиназ, она идет нормальная, физиологическая. Фибробласт в данном случае способен к методическому делению. Огромное количество факторов роста, компонентов, которые учатся в иммунных реакциях. То есть здесь это наш любимый, наш здоровый, тот фибробласт, на который мы должны с вами воздействовать. И в случае какой-то травмы, посмотрите, пожалуйста, необратимое изменение фибробласта происходит. Мы с вами переходим в следующий этап. Посмотрите, пожалуйста, у нас увеличивается количество матриксных металлопротеиназ. Обратите внимание, огромное количество. У нас будет увеличиваться количество компонентов, которые он секретирует. Здесь мы говорим не просто о протогликанах, гликопротеинах. Мы здесь с вами говорим о компонентах иммунной системы, точнее о компонентах иммунных реакций. Вот так будет корректнее сказано. О факторах роста мы с вами говорим. Посмотрите, пожалуйста. И вот здесь как раз у нас будут эти активные процессы фиброзирования. Посмотрите, пожалуйста, именно вот в таком состоянии. И вот таким образом у нас меняется структура фибробласта, к сожалению, при повреждениях. Ну что, мы с вами плавненько у таких значимых структур, как коллаген, точнее фибробласт, коллаген, будем переходить уже к более спокойным, но к не менее значимым. Это эластин. Следующий белок, тоже фибриллярный белок, мономером будет являться у нас тропоэластин. Тропоэластин сам по себе глобулярный белок в виде глобулы, либо в виде шарика. И затем эти глобулярные белки будут формировать определенную структуру фибрил. Он будет опять-таки состоять у нас из ряда аминокислот. Посмотрите, глицина, валина, пролина, аланина. Но будут другие связи между ними. Связи будут построены таким образом, что будет определенная гибкость и ригидность в определенных условиях. То есть при механическом воздействии, при растяжении у нас будет возможность растягиваться. При спокойном состоянии будет момент, который связан с восстановлением структуры и уменьшением объема. Важный момент. Посмотрите, пожалуйста, эластогенез активно идет только в период эмбрионального развития. То есть есть определенный период полураспада. И он больше, чем у коллагена. Здесь до 75 лет. Посмотрите, пожалуйста. Но есть ряд работ и ряд препаратов, которые способны активизировать эластогенез. Это очень важный компонент. Посмотрите, пожалуйста. Здесь чаще всего цинксодержащий препараты, либо специфичный пептидный компонент. И опять-таки за счет того, что возможно в некоторых случаях омоложение именно эластинового ряда, эластогенез мы можем активизировать, мы можем получать опять-таки улучшение общего состояния. Посмотрите, пожалуйста, что у нас происходит с вами с возрастом. Одну минуту. Если мы будем рассматривать с точки зрения влияния вредных факторов, при фотоиндуцированном старении, опять-таки влиянии ультрафиолета, активные наши пациенты, которые принимают солнечные ванны, любители солярия, либо те пациенты, которые до сих пор еще, к сожалению, не применяют ежедневно в течение всего года солнечные фильтры, посмотрите, пожалуйста. Они рискуют у нас получить необратимые изменения со стороны эластина. Итак, в первой фазе, посмотрите, пожалуйста, в сосочком сечном слое дермы у нас будет вначале увеличиваться количество эластиновых волокон. Будет увеличиваться количество тропоэластина. Вот это вот увеличение объема. Тропоэластин будет увеличиваться в количестве, молекулы будут скручиваться, молекулы будут накапливаться. Накапливаться они будут в поверхностном слое дермы, как раз-таки в этом сосочком слое. Мы будем получать с вами реакцию солнечный эластолиз, либо солнечный эластоз, то есть специфическая и та, которая полноценно необратимая, реакция достаточно серьезная, с которой очень сложно бороться, с которой очень сложно что-то в результате сделать. Во второй фазе, посмотрите, пожалуйста, это фаза дегенеративных изменений, будет с вами изменяться свойство эластичности с постепенной потерей и с постепенной потерей упругости, и в результате мы будем с вами получать просто скопление эластина в верхних слоях дермы, в поверхностном слое дермы, в сосочках, ну и соответственно будет снижение реакции. При внутреннем старении эндогена, в биологическом, хронологическом старении у нас будет просто идти снижение количества эластиновых волокон и неравномерное расположение. Конечно, если мы накладываем свой процесс один на другой, то результат будет не очень приятным. Итак, следующая компонент мышечного матрица, о которой мы можете с вами поговорить, это гиалуроновая кислота. Вы ее все знаете, гиалуронат, гиалуронан, это не сульфированный гликоз, аминогликан, то есть по своей сути это у нас будет углеводный компонент. Это основной компонент мышечного матрица, он постоянно синтезируется специфически ферментными системами, гиалуроносинтазами. Вот их три основных у нас, они у нас фиксируются на внутренней стороне клеточной мембраны и будет потом интегрироваться мышечный матриц из фибробласта непосредственно. Основной рецептор, который будет формирующий комплекс гиалуроновой кислоты и CD4, это комплекс гиалуроновой кислоты, это рецептор CD44, на который мы достаточно часто влияем. Влияем с вами, именно данный комплекс у нас будет отвечать за связь внутриклеточной и внеклеточной, за связь матрицов между собой. Давайте посмотрим с вами по функциям гиалуроновой кислоты. Это тоже, о чем хочется обязательно сказать, потому что чаще всего мы с вами говорим только о биологической функции, о ее способности связывать большое количество молекул воды и белков. Но посмотрите, пожалуйста, что еще есть. Есть у нас функция регенерирующая, усиление миграции, перемещение фибробластов и секретирующие способности. Здесь очень важно, помните, мы только с вами говорили о комплексе фибробласт-коллаген. Если гиалуроновой кислоты недостаточно, если молекул воды недостаточно, постепенно будет потеря фибробласты связи с коллагеном и нарушение взаимосвязи. Соответственно, будет нарушение архитектоники самого матрица Дерма. Противовоспалительная функция связана у нас с улучшением микроциркуляции крови, с поступлением компонентов иммунной защиты в межколечное пространство. Но также помним с вами, что гиалуроновая кислота сама по себе, поскольку является углеводом, может являться также питательной средой для ряда микроорганизмов. Но если мы с вами посмотрим непосредственно не отдельно гиалуроновую кислоту, а в комплексе с организмом, с нашим организмом, то наличие ее в достаточном количестве необходимо для активации бактерицидных факторов. То есть здесь вот такое не очень интересное положение. Противотоксическая функция, снижение показателей эндогенной интоксикации, иммуномодулирующие усиления процессов афагоцитоза, опять-таки изменение активности лимфоцитов. Мощнейшая антиоксидантная функция и соответственно она будет участвовать в процессах по улучшению состояния и профилактировать возникновение системного окисления. Гемостатическая функция с образованием тромба, но соответствующих реакций в последующем. И со стороны изменения, ассоциированных с возрастом, при фотостарении, как правило, экзаменном фотоиндуцированном старении, эпидермально снижается количество гиалуроновой кислоты, дермально чаще всего повышается, но будет меняться молекулярный антис. Здесь связано опять-таки с компенсаторными механизмами. При хронологическом старении, посмотрите, эпидермальное количество будет ярко снижено, дермально будет постепенно изменяться, но не критично. Итак, о чем еще хочется с вами поговорить? Мы с вами разобрали основные компоненты, которые чаще всего на слуху у нас. Коллаген, эластин, гиалуроновая кислота. Но кроме того, существует огромное количество важных протоагликанов. Из тех протоагликанов я выбрала, наверное, самые яркие. Вот их три представителя, которые опять-таки могут, влияние на которые точнее, или активизируя выработку которых, мы опять-таки можем с вами нормализовать состояние межклеточного матрица и дать тот самый яркий, позитивный, положительный эстетический эффект. Опять-таки через нормализацию состояния здоровья. Посмотрите. Первый компонент, да, протоагликан – это версикан. Это один из крупнейших протоагликанов, который опять-таки будет синтезироваться и фибробластами, и кератиноцитами, да, если мы возьмем с вами эпидермальный уровень. Он будет у нас опять функционировать как структурный дополнительно к коллагенному волокну, колостину. Он вместе с гиалуроновой кислотой, с фибриллином, с фибронектином будет обеспечивать у нас взаимодействие с мембранами клеток. Плюс ко всему работает как сигнальный, то есть участвует у нас в ряде передачи информации, да, при тех или иных состояниях. Посмотрите, пожалуйста, да. Взаимодействие с эпидермальным фактором роста, с иммуноглобулином, с системой комплимента отдельно. Иммунорегулирующий фактор, да, влияние на милоидные и лимфоидные клетки, то есть иммуноспецифичный компонент. То есть здесь он тоже будет давать нам сразу несколько вариантов взаимодействия. С одной стороны это структура, с другой стороны участие в иммунных реакциях, да, и в обменных реакциях. Следующий протоагликан, да, декорин – это наиболее распространенный протоагликан в организме человека. Именно он отвечает у нас за корректное строение матрикса в дерме в целом, да, то есть это его функция, он будет отрегулировать, и он будет отвечать за пространственное расположение, фиксацию, позиционирование фибрил тропоколлагена, да, то есть на периоде сборки в коллагеновые фибрилы, коллагеновое волокно, включая формирование ковалентных связей между волокнами тропоколлагена, да, и, соответственно, уплотнение формирования самого коллагенового волокна. Обратите внимание, что он также участвует в обмене факторов роста, участвующих в фибрилогенезе, участвует в реакциях воспалительного процесса, фибризировании, он будет образовываться у нас фибробластами, макрофагами и гладкими мышечными клетками. И, конечно, влияние на декорин с точки зрения формирования полноценного коллагенного волокна, зрелого коллагенного волокна. Здесь мы с вами говорим, помните, уже процесс не неоколлагеногенеза внутриклеточный, а неофибрилогенеза. Вот влияние на декорин, это один из таких вот, точнее, не на декорин, а на выработку декорина. Это один из компонентов, на которые мы можем сами повлиять, и это, соответственно, обеспечит тот или иной уровень эстетического эффекта. И еще один протоагликан, посмотрите, пожалуйста, бигликан, это тропа протоагликан, который, опять-таки, образуется и фибробластами, и тератиноцитами в процессе повреждения, в процессе каких-то формирований, получения раневых повреждений, на ранних этапах, когда у нас идет процесс с вами первичное заживление, как раз как тонкие фибрилы на формирование, именно бигликан будет участвовать в процессе восстановления. Для нас это значимо, опять-таки, перед двух программах, если мы опустили с вами ниже уровень базальной украины, доличие для гликана тоже достаточно значимо. Итак, по протоагликанам, какие у нас есть возрастные изменения. Посмотрите, пожалуйста, со стороны версикана при фотоиндуцированном старении, при избыточном воздействии ультрафиолета, посмотрите, будет снижено количество матрисной РНК, соответственно, у нас будет уменьшение количества, но повышено в зоне эластолиза. Далее, со стороны декарина снижение в зоне эластолиза, со стороны бигликана будет совершенно аналогично внутреннему биологическому либо эндогену, без изменений. Если мы рассмотрим хронологическое старение или эндогенное старение, посмотрите, пожалуйста, со стороны версикана, экспрессия матриксной РНК будет снижена, снижение массы белка опять-таки будет наблюдаться, и важно, что повышено содержание у мужчин, такой специфический момент. Другой гормональный фон. Со стороны декарина, посмотрите, экспрессия матриксной РНК снижена, снижение содержания без изменений в массе, и снижение длины цепи, бригосами на гликану, то есть он будет чуть-чуть уменьшаться в длине. И со стороны бригликана опять-таки будет и снижение содержания, и снижение процесса формирования. Ну что же, давайте подведем с вами общие итоги, что же у нас будет происходить с вами в дерме непосредственно при фотоиндуцированном старении и при хронологенном старении. При фотоиндуцированном старении, посмотрите, общая толщина дерма будет получилась. Сами посмотрите, разный, нахуйчай, эластиды, в следующий момент, будете смешанно восстановить реакцию, опять-таки, у нас восстановительная реакция, реакция хронического воздействия. Вот это воспаление, будет запускать, нахуйчай, и снижение. Величение высотеточного воздействия, в отличие от качества фотоиндуцированного воздействия, появляется специфическая снижение. Восстановительная реакция, отдаленного базального брада, ширина, водяный крон, чаще всего, нафтимальная характеристика, и он будет создать предприимущественно из эластиды, то есть тот компонент, как мы говорили с вами, реакция, в сумочном эластолизе. Здесь мы говорим с вами, в первую очередь, как лично, отлично, как лично, как лично, как лично, и микрофтики. Со стороны сосудистых компонентов, тоже очень-очень важно. Посмотрите, со стороны фондоиндуцированного старения, дегенеративные изменения сосудов, здесь мы говорим с вами, конечно, небоартериолог, у них еще так все неплохо, со стороны толщины стенок, а вот капилляры и венулы, посмотрите, стойкое расширение, стойкая дилетация, то есть бесконечная нагрузка, и утолщение стенок посткапиллярных венул. Со стороны хронологического старения, посмотрите, постепенное исчезновение капиллярных петель. Вот это очень важный момент, поэтому фактор роста сосудов, которые вырабатываются фибробластами, он очень-очень значим, поэтому наша цель это нормализация состояния фибробласта, максимальное удержание его в нормальном активном состоянии, то есть вот это удлинение периода его жизни. Если с ним будет все хорошо, со всей дермой будет все прекрасно. Значительно меньшее уменьшение капиллярных петель сосудов в слое дермы, уменьшение венул, посмотрите, и общее снижение восклюризации. Поэтому здесь мы, конечно, с вами говорим, что в первую очередь основной точкой приложения будет являться у нас фибробласт. И каким образом мы же можем повлиять с вами на фибробласт, тот, который дифференцированный, который у нас есть, помню, методически активный фибробласт. Конечно, мы можем повлиять либо через рецепторный аппарат химическими веществами, через рецепторный аппарат в самих акционных воздействиях либо в аппаратных методиках, либо физическая стимуляция. Но по физической стимуляции сразу хочу с вами оговорить важный момент. Для физической стимуляции должно быть достаточное количество компонентов, которые являются по ферментам и биохимических реакций. Мало дать только растяжение фибробласт. Здесь обязательно вы должны помнить, мы с вами говорим, что триклеточный фибробласт очень важный отличие. Достаточно количественная кислорода, витамины С обязательно, железо. Не говоря уже, про аминокислотные компоненты, которые должны быть в организме. Да, потому что я не забываю кислорода. Плюс дополнительно, при процессах неофибрилогенеза по сборке, помним, что здесь уже добавляется у нас с вами медь, добавляется у нас АМПП, и добавляется у нас с вами из активных компонентов витамин В6. То есть эти компоненты тоже должны быть достаточным количеством, поэтому мы должны обеспечить поступление полноценное. Плюс здоровье, генетическое. Итак, ну что же, давайте мы с вами посмотрим, что предлагает компания ВИК. Сейчас мы с вами посмотрим по влиянию мультипептидного компонента, мультипептидного препарата ВЕК по гистологическим исследованиям кожи мышей при четырехкратном трикожном введении данных препаратов, ну и, соответственно, сравнение кожи мышей и такта. Так, посмотрите, пожалуйста. Начнем мы с вами с механизма фармакологического эффекта пептидно-полисахаридного мультипептидного комплекса ВЕК. Сейчас одну секундочку, я прошу прощения, одну минуту. Можно технический момент, сейчас я себе организую. Так, одну секунду, одну секунду. Так, ну давайте будем таким вот образом, потому что тут что-то немножечко нарушилось. Итак, посмотрите, пожалуйста, что касается коллагена третьего типа. Посмотрите, будет сойти с одной стороны активизация за счет прямого воздействия на фибробласты, то, о чем мы с вами говорили. Да, посмотрите, пожалуйста, только что, да, влияние на рецепторный аппарат. С другой стороны, у нас будет идти активизация через кожные макрофаги, да, макрофаги, напомню вам, клетки иммунной системы, которые тоже могут вырабатывать активные вещества, которые будут обеспечивать нам полноценное образование коллагена третьего типа. То есть два пути у нас с вами уже. Посмотрите, пожалуйста, да, здесь мы с вами говорим гистологический срез, да, 95% всего коллагена в дерме человека, мы с вами говорили ранее, относятся у нас, опять-таки, к первому и третьему типу, да, первый тип у нас вот основной. Опять-таки, у нас есть понятие взрослого сильного коллагена, да, коллаген третьего типа, это коллаген молодой коллаген, да, и в данном случае мы можем сами увидеть, что увеличилось у нас содержание коллагена третьего типа, да, в интактной коже мыши, точнее, в коже мыши, который был введен непосредственно в мультипептидный комплекс ВЕК, и по лабораторным исследованиям, опять-таки, на срезе мы можем с вами посмотреть. Так, сейчас одну секундочку, да. Процесс, который касается эластина. Помните, мы с вами говорили про влияние на процесс эластогенеза, да, очень специфический. Опять-таки, мы получили с вами определенные эффекты, с одной стороны, за счет стимуляции фибробластов, с другой стороны, влияние на макрофаги, но плюс дополнительно эластогенез у нас запустился за счет компонентного состава. Здесь мы будем с вами говорить не просто стимуляция фибробласта, допустим, активизация с счет гиалуроновой кислоты, а за счет пептидных компонентов и, опять-таки, макро-микроэлементов. Посмотрите, пожалуйста, по объемной плотности эластических волокон мы можем сами посмотреть. Есть у нас понятие контрольной группы, есть группа, в которой вводился препарат ВЕК, есть у нас группа, в которой вводился только олигосахаридный комплекс и полисахаридный комплекс, точнее, олигонуклеатидный и полисахаридный комплекс. Посмотрите, пожалуйста, по тургору кожи, по эффекту, по работе эластических волокон, у нас, конечно, по комплексу ВЕК самые большие результаты. Давайте посмотрим далее с вами. Вот как раз гистологический срез. Здесь мы тоже можем сами видеть, что у нас эластин, он обозначен красным цветом, тоже достаточно яркий красивый результат. Далее по толщине дермы. Посмотрите, пожалуйста, опять наши четыре основные группы. У нас есть понятие контрольной группы. У нас группа, в которой вводился препарат ВЕК, группа, в которой вводился олигонуклеотидный комплекс и полисахаридный. За счет того, что в комплексе ВЕК у нас разнообразие компонентов, здесь мы получили, конечно, самые яркие эффекты. Ну и соответственно, гистологически мы тоже можем посмотреть толщине или увеличение толщины дермы. Посмотрите, пожалуйста, за счет увеличения коллагенового волокна и первого и третьего типа, увеличение эластина, влияние на сосудистое звено. Поэтому все компоненты встанетной ткани, включая протоагликаны, у нас увеличиваются в своем количестве. Посмотрите, пожалуйста, если мы будем рассматривать мультипептидный комплекс ВЕК, мы будем говорить с вами о комплексном или синергичном подходе. И здесь мы говорим, конечно, о том, что очень важно, чтобы у нас было воздействие нескольких направлений. Посмотрите, пожалуйста, есть геропротекторные пептиды, те, которые работают непосредственно с изменением, связанным с возрастными вариантами. Есть дерматологические пептиды, есть гиалуроновая кислота, отдельно культуральная среда К199, которая содержит микроэлементный состав, которая содержит отдельно гиалуроновую кислоту дополнительно. Есть лизоксилибонуклеиновая кислота. Если мы посмотрим сразу с вами полноценный состав, то мы увидим, что все необходимые компоненты для того, чтобы биохимические реакции протекали в полном объеме, они у нас есть. Есть еще один очень интересный комплекс, геропротекторный комплекс Алинеэкс. Посмотрите, пожалуйста, он у нас влияет на митохондрию. Помните, мы сами сегодня только говорили о том, что митохондриальная дисфункция способна усиливать и запускать ряд патологических процессов, связанных с системным окислением, и системным воспалением, они друг друга будут потенцировать. И здесь, посмотрите, пожалуйста, это оздоровление митохондрии, это нормализация работы митохондрии. Следовательно, мы можем с вами повлиять на одно из звеньев и улучшить все остальные звенья в том числе. Посмотрите, пожалуйста, конечно, при применении данного геропротекторного комплекса Алинеэкс будет увеличиваться количество выработки молекул энергии АТФ. Митохондрии будут функционально здоровы. Они будут у нас давать АТФ в полном объеме и активной формы кислорода в том числе. За счет компонентного состава мы будем получать нормализацию работы оксидантных и прооксидантных систем, ну и, соответственно, получить хорошие результаты. Плюс дополнительно, посмотрите, пожалуйста, комплекс Алинеэкс обладает защитой от ультрафиолета. Мы тоже с вами говорили, рассматривали сегодня старение с двух позиций, с позиции биологического старения и с позиции фотостарения. Комплекс Алинеэкс позволяет нам дать вариант защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей. Кроме того, есть борьба с реакцией мегликации. Мы тоже сегодня с вами посмотрели. Опять-таки то, что происходит с волокнами коллагена под воздействием ультрафиолета, то, что происходит с матрикса металлопротеиназа, здесь мы можем получить тоже достаточно красивые и яркие результаты. Ну что у нас с вами дальше? Посмотрите, пожалуйста. Поэтому здесь мы говорим обычно о комплексе, как профилактическим, раз по вопросам антиэйдж, да, это борьба с гликацией, восстановление энергоботмена, борьба с митохондриальной дисфункцией, достаточно яркий антиоксидантный эффект, нормализация работы на уровне эпидермиса. Здесь мы говорим с вами о нормальной смене кератиноцитов, да, борьба с гиперкератозом, плюс дополнительно это приведение меланоцитов в нормальное спокойное состояние, да, работа с меланином, и плюс дополнительно еще и с продуктами обмена, с пигментацией, которая ассоциирована у нас с накоплением продуктов, с метаболитами, да, с накоплением продуктов обмена. Опять-таки за счет активизации общего обмена мы будем получать яркие реакции. За счет от ультрафиолета, да, антиоксидантную я уже с вами озвучила. Поэтому как профилактический результат я бы рекомендовала комплекс компании ВЕК хотя бы раз в год проводить полноценно с целью оздоровления кожи, да, и, соответственно, получения красивых результатов через оздоровление. Посмотрите, пожалуйста, да, здесь у нас результаты применения данного препарата. Интервал две неделечки было всего лишь введено у нас по две ампулки, да, у нас две ампулы Алинекс, и вот такие замечательные результаты. Немножко на разный ракурс, но, тем не менее, качество кожи, я думаю, вы оцените. Мультипептидный комплекс ВЕК, он у нас полифункционален, он будет влиять у нас и на микроциркуляторное звено. Мы с вами говорили, что для возрастных пациентов в режиме работы антиэйдж, как профилактическое, так и терапевтическое, это очень-очень важно, да, помним с вами, что у нас изменения на уровне, прежде всего, сосучкового слоя дермы, да, и, опять-таки, поддержание нормальной работы фибробласта, плюс дополнительный ангиопротективный эффект, мы будем получать красивый результат. Противовоспалительный эффект у нас с вами, антиоксидантный эффект, защита ДНК, клеток от повреждений, очень важная защита от мутагенных реакций, да, помните, мы с вами говорили, они чаще всего будут возникать у нас под воздействием свободных радикалов, плюс дополнительным у нас есть возможность за счет пептидных компонентов увеличить длину теломеры, да, то есть повлиять, преодолеть патилхейфлика и увеличить количество методически активных фибробластов, да, и тем самым мы сможем поддерживать более длительный период времени нормальное состояние дермы. Ну и, соответственно, будем получать яркие эффекты. Посмотрите, пожалуйста, да, по направлениям работы мы можем брать возрастных пациентов наших с изменениями на уровне на любом участке кожи лица и тела, работа с пигментированными пациентами, по запросу, это, может, дегидратированная кожа, кожа с куперозом, это любые возрастные проявления, да, работа с атрофическими рубцами, но и на самом деле я бы рекомендовала данный комплекс применять как профилактически, да, то есть после терапевтического курса, когда мы провели пациента, профилактически применять раз в год с целью нормализации состояния клеток, и опять-таки это будет профилактика не только по вопросам старения, да, но и опять-таки по ряду изменений со стороны атипичных процессов, да, то есть все, что связано с изменением состояния эпидермисодермы и гиподермы, ассоциированных с возрастом, все, что связано с новообразованиями, все, что с образованиями в том числе и бактериальной, и вирусной природы, да, и атипичные клетки, здесь мы говорим с вами о том, что мы можем это предотвратить. Посмотрите, пожалуйста, да, здесь еще одна пациентка, здесь у нас 5 процедур было проведено до-после комплекса, тоже немножечко разный ракурс, но по качеству кожи вы тоже можете сразу уже видеть. Итак, по курсу применения, посмотрите, пожалуйста, по рекомендациям, как профилактически мы рекомендуем с 25 лет. Есть у нас определенная схема, да, для 25, 30, 40 и 50 лет. Посмотрите, пожалуйста, если мы говорим с вами о молодом возрасте, то количество процедур у нас должно быть в среднем 4-6 раз в 5-7 дней, но обычно мы раз в недельку проводим, да, это мультипептидный комплекс век у нас будет. Если 30+, посмотрите, пожалуйста, у нас уже 4-6 процедур, но дополнительно мы рекомендуем еще и Алинекс. Если 40+, это будет 6-8 процедур, обязательно мультипептидный комплекс и Алинекс. Помним с вами о поддержке митохондрий, это очень-очень важно. И 50+, у нас увеличится количество процедур, посмотрите, потому что 6-8 у нас будет тоже мультипептидный и Алинекс, и у нас поддерживающий курс будет не как в прошлом случае раз в 2 месяца, а раз в месяц. И в этом случае вы получите очень красивый и яркий результат. Посмотрите, пожалуйста, 5 процедур, сочетанное применение, очень красивые результаты. Здесь видно по качеству кожи, видно по тургору кожи, да, с учетом возрастных особенностей результат очень-очень красивый. Итак, далее. Для пролонгации эффекта, конечно, должно быть обязательно назначение средств домашнего ухода. Естественно, 2 раза в день, да, для возраста 25 мы рекомендуем крем с защитным эффектом, 2, может быть, второй вариант, это увлажняющий. И, конечно, для более зрелого возраста это уже у нас вариант, связанный с увлажнением. Давайте посмотрим. Первая позиция – это пептидный крем ГАРПИ, да, крем, который будет обеспечивать, в первую очередь, защитные эффекты, да, мы можем его использовать как дневную позицию, так же, как и вечерний вариант, может быть. Если сочетание ГАРПИ и увлажняющий, да, то ГАРПИ лучше все-таки применять у нас в дневное время. Посмотрите, пожалуйста, защита от негативных воздействий окружающей среды, то есть ультрафиолет, любые химические факторы, защита от свободно-радикального окисления, да, оксидативный стресс, защита клеточных мембран. Посмотрите, пожалуйста, нормализация иммунного ответа, да, и, конечно, дополнительно увлажняющий эффект. По компонентному составу, посмотрите, пептидные комплексы у нас, в том числе у нас есть тетрафептид, который влияет у нас, опять-таки, на концовые участки отдела хромосомы, увеличить число методических делений за счет преодоления предела хейфлика. У нас будут аминокислотные компоненты, у нас будет гиалуроновая кислота, у нас будут витамины Е5 и экстракты растений в качестве солнцезащитного фильтра диоксид тетана. Поэтому мы его обычно рекомендуем для всех типов кожи, у которой тусклый цвет лица, неровный цвет лица и, конечно, стрессированная кожа в городских условиях. Но также всем, кто хочет защитить свою кожу и поддержать ее, максимально пролонгировать свое состояние. Следующая позиция – это пептидно-увлажняющий крем Гидравин. Он, конечно, грузит Гидро-Х, он будет, конечно, нам давать, в первую очередь, интенсивно увлажняющий эффект. Посмотрите, пожалуйста. Дополнительно будет давать нам увеличение коллагена первого и третьего типа за счет стимуляции фибробластов. Опять-таки, здесь у нас будет идти работа со стороны пептидных компонентов. В качестве агнитиоксидантов у нас будут дополнительные теоретики. Рисфератрол, гиалуроновая кислота, витамин Е, экстракты растений. У нас идут отдельно водорослевые компоненты. И так, что я еще не сказала. Так, 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 так. Да, наверное, все основные компоненты я сказала. Поэтому здесь мы будем говорить с вами об адаптивном увлажнении, о защите и о стимуляции фибробластов. Посмотрите, пожалуйста, кому я ее рекомендую. Мы можем рекомендовать вечерний прием времени за 2 часа до сна пациентам с сухой дегидратированной кожей, да, с комбинированной кожей при первых признаках возрастных изменений для кожи с потерей эластичности упругости, плюс для тех пациентов, которые, ну вот уже сейчас, к счастью, вернулись из жарких стран, да, те пациенты, которые опять-таки злоупотребляют соляриями, те, которые не применяют защитные фильтры, либо дают дополнительную нагрузку со стороны удаления эпидермиса, в том числе в домашних условиях. Так, одну минуточку, и у нас еще одна позиция, да, это крем Витал Эль, это новая позиция, напомню, что уже более поздние возрастные рамки, да, опять-таки здесь мы говорим с вами о влиянии на фибробласты в первую очередь, поэтому, посмотрите, пожалуйста, мы будем с вами получать с одной стороны уплотнение кожи, да, повышение тургора кожи, увлажнение кожи, мы будем, да, получать с вами эффекты восстановления биомембран, мы будем с клеток, да, включая биомембраны эпидермального уровня, да, восстановление эпидермальных липидов, защита от воздействия свободных радикалов и от ультрафиолета. По компонентам, посмотрите, гиалуроновая кислота, опять у нас идут кептидные компоненты, да, которые будут обеспечивать нам влияние на фибробласты в первую очередь, но они есть ряд из них специфичные, они будут влиять не только на процесс активизации фибробласты с точки зрения выработки коллагена гиалуроновой кислоты, но и на эластогены в том числе. Далее, три пептиды меди, которые важны, помните, мы с вами говорили про, что меди для нас значима в процессах сборки коллагена, да, уже непосредственно вне клеточного, да, в матриксе. Стимулирующие компоненты здесь у нас также идут, это экстракты растений и восстановление, это церамиды. Итак, по основным показаниям для всех типов кожи, кроме чувствителя, да, возможны яркие реакции. Возрастные изменения кожи, здесь, конечно, поверхностные глубокие морщины, тусклый болезненный цвет, профилактика процесса аппликации, потеря эластичности и упругости, гравитационный тоз. И дополнительно, конечно, мы с вами говорили о том, что обязательно нашим пациентам нужен комплексный системный подход, и поэтому мы всегда сейчас говорим о том, что должна быть дополнительная поддержка со стороны нутрициологии. И компания ВЕК может предложить вам два варианта приема препаратов. Посмотрите, пожалуйста. Одна биологически активная добавка антиполюшен, она с гепатопротекторным действием. Соответственно, мы будем получать варианты улучшения, выведения продуктов обмена, да, улучшение общего состояния кожи, да, очищение организма от токсинов, да, активизация общих иммунных механизмов, восстановление нормальной работы микрофлоры кишечника, защита от оксидативного стресса. То есть, опять-таки, смотрите, мы работаем с вами с системным окислением, системным воспалением, даем яркий детокс-эффект, да, и нормализация страны общего обмена, да, поскольку у нас кишечник в том числе является органом иммунной защиты. Здесь у нас два варианта капсул. Капсулы, которые применяем в утреннее время, и капсулы, которые применяем в вечернее время. Посмотрите, пожалуйста, в утреннее время, что будет у нас сходить из основных компонентов? Так, это экстракт чеснока, экстракт подорожника, экстракт петрушки, посмотрите, пептидные компоненты, да, опять-таки, тетропептид, который будет влиять у нас уже в данном случае на все хромосомы, да, дегидрокверцитин, как мощнейший антиоксидант, у нас масло зародышей пшеницы, кедровое масло. Вечерний прием, посмотрите, будет идти расторопша, опять-таки, гепатопротекторный компонент, артишок, как нормализатор, опять-таки, работы пищеварительного тракта, да, спирулина, хлорела, как источники аминокислот, ламинария, экстракт яблока, альфа-липоева, как мощнейший антиоксидант, то есть регулятор углеводного обмена, да, и ресфератрол, как компонент, который, опять-таки, обладает мощнейшим антиоксидантным эффектом. По воздействию, посмотрите, да, по схеме, схема очень интересная. Прием, опять-таки, утром и вечером. В утренний прием, посмотрите, пожалуйста, капсулки, применяются по три штучки за 15 минут до еды. Вечерний прием, посмотрите, пожалуйста, да, у нас идет прием по одной капсуле вначале, да, потом у нас будет идти по две капсулки. Рекомендуется для достаточно большой питьевой рацион, да, полтора литра – это тот минимум, который нужно употреблять, да, не стоит забывать о том, что вода, она является у нас средой, в которой происходят себе химические реакции. При недостаточном количестве молекул воды, да, собственно говоря, гиалурону кислоте будет нечего удерживать в дермальном матриксе, и реакция, опять-таки, будет идти замедленно. И еще одна интересная мелочисто-активная добавка, это гиалуроническая добавка, она будет у нас работать на этой сфере, да, здесь мы говорим сами о повышении порога гиалуронии. У нас будет речь о повышении молекулы, да, с другой стороны, будет идти процесс влияния за счет содержания гиалуронии на генетические материалы. Опять мы будем сами употреблять на концовые участки отдела храбосу и сдвигать в отдел храбосу. Это тоже достаточно ровно. Далее, посмотрите, пожалуйста, регуляция выработки нейромадиаторов, да, и опять-таки важный момент, это выработка мелатонина. Есть вариант выработки в головном мозге, да, и есть у нас внемозговые формы мелатонина. И уже с возрастом у нас, конечно, мозговой мелатонин минимально снижается, да, у нас появляется, первое место даются внемозговые формы мелатонина, в частности, это глазное яблоко, да, полноценный сон, и мелатонин является регулятором циркадных ритмов. Поэтому, если у нас с вами мелатонин в достаточном количестве вырабатывается, если мелатонин у нас совершенно спокойно работает, да, у нас опять-таки иммунные механизмы и механизмы старения все у нас будут замедлены. Точнее, будут идти механизмы старения замедлены, механизмы восстановления будут поддерживаться. Плюс ко всему, конечно, защита от процесса обликации, который будет проходить не только в козу, но и вообще в организме. Защита от переписного окисления, ну, и общей нормализации в состоянии. По хроногену схема очень простая, посмотрите, два раза в день по три капсулки, перед едой, в течение трех недель, 10 дней прерывки, затем в следующий этап, да, и так желательно в течение трех месяцев. Посмотрите, пожалуйста, конечно, если мы работаем системно и работаем местно, мы получаем самые яркие результаты. Поэтому мы рекомендуем своим пациентам для рекомендущих пациентов поддержание нормального образа жизни, да, включая ритм активности, включая ритм водороснования, сон, обязательно нормальное питание, нормальное в плане полноценного задержания подвижения, для рекомендущих пациентов, и, конечно, дополнительное местное водительство. Это самый яркий результат. Посмотрите, пожалуйста, если мы рекомендуем один комплекс, другой комплекс, да, посмотрите, пожалуйста, есть возможные варианты сочетания. Мы будем с вами начинать. Первый этап, первый месяц со стороны детокса, очищения, да, будем поддерживать печень, да, будет у нас прием. И затем у нас будет с вами работа уже над активностью, да, то есть здесь у нас с вами два важных этапа. Не забываем о том, что у нас антиполюпшен, у нас есть утренний и вечерний прием, да, соответственно, по количеству капсул и по дням, да, и вторым этапом в течение трех месяцев у нас будет анагин. И преимущество нашей компании, конечно, это комплексный подход, да. Мы стараемся с разных сторон осветить все вопросы, которые могут быть интересны для вас, как для специалистов и для ваших пациентов, да, и дать возможность рабочего инструмента, материала. Поэтому мы говорим о том, что комплексный подход очень важен. Это нутрицептивная поддержка, домашний уход для пациента и, конечно, наши препараты. Поэтому все препараты компании ВЕК созданы на базе производственной ГНЦ ВВЕКТОР в городе Новосибирске, да. По любым вопросам вы можете обращаться в нашу компанию. С каждым конкретным пациентом, возможно, отдельная работа. Если вы получили, либо нужна поддержка, да, в выборе тактики ведения, да, либо совместно какие-то яркие результаты. Сразу хочу сказать, что всем участникам вебинара по промокоду ВЕК. До 5 апреля скидка 20% на все препараты. Доставка у нас будет бесплатная. И также хочется отметить, что завтра у нас будет тоже интереснейший вебинар. Вебинар, который посвящен уходу за лицом, не выходя из дома. Это поддержка для ваших пациентов в первую очередь, да. У нас будет проводить данный вебинар тренер компании ВЕК Кристина Викторовна. Завтра в 12.00 по Москве всех приглашаю на данный бесплатный вебинар. Поэтому ссылочки у нас будут в конце. Посмотрите, пожалуйста, да, можно сразу зарегистрироваться. Если есть какие-то вопросы, вы можете направлять на сайт компании ВЕК Косметик. Если в письменном виде, пожалуйста, почта, да, есть телефон WhatsApp, есть Instagram. Сегодня проводила вебинар я, я доктор Донская Мария. Тоже можете посмотреть, собственно говоря, мой Instagram. Можете мне лично написать. Я надеюсь, что сегодняшний вебинар был для вас интересным, познавательным. Я призываю к грамотному подходу работы с пациентами. Сейчас просмотрю быстренько вопросы. Значит, момент, который касается регистрации, у нас уже Наталья ответила. Сейчас просмотрю. Одну минуточку. Вопросы, которые у нас возникают, возникали, возможно, в течение вебинара. К сожалению, не могла войти с компьютера. Так, сейчас одну секунду. Сейчас попробуем посмотреть. Так, что-то, может быть, какие-то вопросы не ответила. Сейчас одну секундочку, коллеги, сейчас посмотрю, что-то, может быть, можно проверить. Сейчас с самого начала. Если какие-то вопросы у вас будут возникать, вы всегда можете обратиться. Мы вас проконсультируем по всем направлениям. Сейчас, одну секунду. Я сейчас посмотрю по вопросам. Что-то может быть. Итак, по техническим моментам здесь уже тоже прошу прощения. Итак, коллеги, может быть, у вас какие-то будут сейчас возникать, пока я ищу вопросы. Так, запись, 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 запись. Так, запись, 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 запись. Ну, со звуком, прошу прощения, технический момент. Выхожу с телефона. Так, по прайсу вопросы к Наталье. Так, регистрацию Наталья уже ответила. Я надеюсь, что было сегодня интересно. Так, сертификация в процессе, это Наталья уже ответила. Прайс мы тоже озвучили. Так, сейчас, одну минуточку. Сейчас посмотрим. Что-то еще, может быть, кто-то. Может быть, какие-то вопросы еще не ответила. Так, 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 так. Ну, я надеюсь, что тема еще раз была интересной. Обратите внимание в своей работе, на то, с каким звеном вы работаете. Опять-таки, знание, сила. И, конечно, жду вас на наших новых вебинарах. Темы будем тоже с вами, наверное, наиболее актуальны. Если есть какие-то запросы, тоже можете оставлять заявочек, можете методичить, можете перейти в компанию. И мы будем для вас готовить. Поэтому знание, сила. И приятных вам моментов проведения каникул, качественных и информативных. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.